— Я Бангай! — Хай-хай! С вами Бангай. — Нифига себе! — Ка-ка-ка! Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш! — Я хотел бы вообще на грэморе тендовать. Я очковал эту рассказы. Что-то я не то делаю. — Тих! Тих! — Я снова почувствовал себя чуть-чуть живее. — Видимо, я со всеми украинскими суперзвездами буду начинать интервью с таких вопросов, но сколько мы с тобой договаривались о встрече? — Больше года договаривались о встрече с тобой, Юр. — Мы договаривались больше года и не могли найти подходящее место, где бы мы могли пересечься. Поскольку ты в Украине, я в России. Каким-то неведомым образом мы приняли решение встретиться в самом удобном и комфортном месте. Ваня и Вангай, мы с Серегами, Рио-де-Жанейро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рио-де-Жанейро. Весь день за плюс тридцать. Здесь сейчас плюс тридцать в помещении. Поэтому не удивляйтесь, когда будете смотреть на шею Вани, на мою шею. Ваня, ты одна из первых суперзвезд Ютуба. Ты долгое время был номером один, но потом взял и пропал. Хочется узнать, почему и куда. Давай для начала восстановим хронологию. 22 сентября 2017 года выходит ролик «Поход в музей». И только 5 января 2019 года, спустя 15 месяцев, выходит следующий ролик. Почему был такой перерыв? Следующий ролик – это был музыкальный трек. Я все два года учился писать музыку. Прошло еще несколько лет, я улучшил этот навык. То есть я прям взялся за новое ремесло, вгрызся в него и не отпускал, пока я его не изучу. Вот прям сложно, сложно, непонятно. И пока я не разобрался, пока под моих рук не вышел первый трек, от которого не вяли уши у меня самого, я не успокаивался. И вот дебютный трек спустя два года. Ну, реакция на ролик «Коперника» была хорошая, позитивная, типа. Но то, с какой эмоцией я снимал этот ролик, мне самому не понравилось. То есть снаружи это выглядит как нормальный добротный контент. Я уже за это время отточил вот этот вот монтажик, динамика, шутка, шутеечка, склеечка. Вот как-то работает. Но я уже перестал кайфовать от этого. Я вот сделал. И что это? Я не для себя уже делаю. Я как-то себе предаю. Для кого я делаю? Я перестал делать. Я делал все время это для себя. А сейчас мне надо переступить через себя и быть добродушным. Просто для людей делать. Мне надо было осмыслить это. Что-то я не то делаю. И вышло так, что если я буду делать музыку, то я как бы делаю ее и для себя. И слушателей есть. Ты же первый в русскоязычном ютубе, у кого появилась бриллиантовая кнопка. Да. Помнишь тот день и что для тебя это было? Ничего это для меня не значило вообще. И кнопку я получил года через три уже потом. Ну не значило, потому что весь этот ютуб хайп, я его бустил. Где-то до 9 миллионов я прям не сдавался. Я такой, сейчас, сейчас ролик, ролик, статка, статка растет, статка. И когда я на 9 миллионах обогнал там уже всех, я бросил, а оно все полетело. Вперед, дальше, уже 17, а я ничего не делаю. И типа вот этот миллион за миллионом мне приходил, а я ничего не делаю. И я такой, о, можно даже ничего не делать. Я уже и так всех обогнал, меня не скоро обгонят. Ну я в принципе оказался в какой-то бесконкурентной среде, а мной всегда двигала конкурентность. Я хотел обогнать Юру Фроста по просмотрам, я хотел обогнать Лололошку, Юзю. Ну я в принципе хотел потягаться вот как-то вот эти статки. Ну что, типа чем меряются мальчики на ютубе. А когда у меня пропало, с кем меряться, я, ну, все, саморазвитие, все, я выиграл эту игру. Даже если сейчас появятся новые, может я попробую угнаться, а я попробую. Вот, например, Владик А4 вообще молодец. И вот сейчас снова у меня загорается интерес к ютубу только из-за конкуренции. У меня есть история тоже про влияние. Мы с тобой проходили турники на пляже. Ты сколько раз подтягиваешься? Больше двадцати. И Ваня вспомнил, что он делал переклади на челлендж во время фестиваля. Фестиваля… Альфа-фьючер-пипл. Я должен тебе признаться, ты и фестиваль Альфа-фьючер-пипл, они во многом повлияли на то, что случился канал ВДУДЬ. 2016 год. Мы с любимой женщиной едем на Альфа-фьючер-пипл. И в «Ласточке» или в «Стриже» из Москвы в Нижней… И я читаю журнал «Форд», еще бумажный покупал. И там был большой текст про русский ютуб. И в том числе про то, какие там есть возможности и какие есть деньги. И там одним из спикеров был ты, который рассказывал, что я свои рекламные контракты измеряю в Теслах. Сколько бы это было Тесл? Там 0,5? Да. Или там одна или что-то еще? Да. И я подумал, нифига себе. И начиная с этого момента, я где-то там на обочине мозга держал историю про то, а не попробовать ли делать что-то в Ютубе. Поэтому я должен сказать тебе спасибо за это косвенное участие. Очень крутая история. Ну я ляпнул эту штуку, потому что тогда действительно контракт пришел мне на сумму Теслы, и я такой «Оу». А сколько Тесла тогда стояла? 70к. У тебя был контракт на 70к? Да. И мне показалось, что я после этого контракта вообще могу не работать. Зачем? Ну я бы еще парочку таких сделал. Плюс-меньше. Больше этого не было. Это потолок. Это самое большое за твою карьеру было? И он был единственный. Я сразу начал говорить, что там у меня сейчас будет еще несколько таких. А нет, таких уже не было. Это было Lenovo? Да. Родители заволновались, когда ты пропал с Ютуба? Родители, я с ними постоянно на связи. Вот самое главное — успокоить родителей. Вся общественность может там шуметь, надумывать, резонировать, вбросы какие-то. Я вот их не буду оправдывать, а вот перед родителями я обязан оправдаться, рассказать, что у меня все окей. Потому что это такие мощные фигуры у меня в голове просто, ну вот как-то психологически. Если они не будут спокойны, то и я неспокоен. Я с этим ничего уже не сделаю, так вот взрослел. Ты родился в деревне, в которой живет 300 или 600 человек? 200 с чем-то около. Даже меньше? Ну да, сейчас особенно. Чем занимались твои родители, когда ты рос, и чем они занимаются сейчас? Батя у меня фермер, у него земли, он еще масло перебивает. Мамы — магазины. То один, то два. Она бизнес-кабанчик. Вы богато жили? Нет, я помню время, когда я кушал мивину с кубиками Галины Бланка в детстве. И мне казалось это таким чем-то вкусным. И так как оно в детстве у меня закрепилось, эта вкусовая добавка, я до сих пор «Прошу, сделай мивину с Галиной Бланкой». Мама такая «Да что, сын, ты что?» Они по-прежнему живут в этой деревне. Как ты относишься к плоду А4? Респект выражаю. Я, может, просто со старой школы? Я более слампового ютуба, где мне просто статка и статка. Я могу ничего не зарабатывать, а цифры огромные, и пускай все думают, что у меня миллиарды. А оказалось, предприимчивость — это то, чего мне не хватало. И у А4 оно есть, и ты видишь, как он прям берет, выпускает мерч, выпускает трек, и он везде такой весь типа «А4, А4, А4» такой уже в голове. Он такой «Воу!» Он превзошел меня в некоторых местах. Вот респект. Ну и по цифрам, конечно, взлетел. А как ты воспринимаешь, когда говорят, что А4 — он просто челленджи делает? Просто от челлендж на челлендж. Ну это как детский контент, и он очень хороший, качественный детский контент. Безобидный, как-то поучительный даже. Ну люди видят дружбу, общение, вот веселые ребятки что-то вместе делают. Вот референс-модель с детства это закладывается. Они могли бы идти смотреть действительно трэш-контент, а они смотрят какие-то здоровые отношения взрослых мальчишек. Это хорошо, это лучшее, что может быть вообще со всех зол на ютубе. Я никогда не был фанатом театра, но он недавно неожиданно проник в мою жизнь через сериал. Постановка — один из главных британских хитов карантинного года и мое свежее открытие на Кинопоиск HD. В главной роли там играют Майкл Шин и Дэвид Теннон — это большие британские звезды. 2020 год. В Англии случается локдаун, а там он, если кто-то не в курсе, чуть строже, чем был в России. Но два друга актера пытаются отрепетировать театральную постановку. Делают они это в зуме и делают они это очень смешно. Моя вам рекомендация, друзья. Это очень классно. Но если решите смотреть, потратите минут десять на серфинг по Википедии для того, чтобы чуть больше узнать про главных героев. Они играют самих себя, жены играют самих себя. И если хотя бы базовые знания у вас будут, то смотреть будет еще смешнее. Еще один сериал, в котором тоже есть сцена, вышел на Кинопоиск HD в начале марта. Я не шучу про стендап-комика Лену. У Лены двое детей, двое бывших мужей и очень много самых разных проблем. Но есть стендап, который помогает как-то со всем этим справиться. Главную роль там играет Елена Новикова, победитель открытого микрофона на ТНТ. Кроме, я не шучу, в подборке онлайн-кинотеатра еще много других сериалов, снятых специально для Кинопоиск HD. Еще одна новость для всех любителей комиксов и фанатов DC. 18 марта на Кинопоиске премьера Лиги Справедливости Зака Снайдера одновременно со всем миром. Смотреть это все и пользоваться огромной коллекцией Кинопоиск HD можно по подписке Яндекс Плюс, которая также дает доступ к Яндекс Музыке и скидке или кэшбэк на других сервисах Яндекса. Ныряем по ссылке в описании и подключаем подписку Плюс Мульти. К ней можно подключить до трех человек, которые тоже будут смотреть кино и слушать музыку. Для всех новых пользователей по промокоду вдуть HD первые 45 дней подписки бесплатно. А дальше 299 рублей в месяц. Так что вперед! Вот туда. Вот эти почти полтора года, что у тебя не уходили видосы, ты испытывал ломку? Ты испытывал какую-то дикую тягу и тоску из-за того, что ты не активируешь ничего? Нет, я чилил от отсутствия медиавлияния. Это огромное влияние подписоты. Они же чего-то хотят от тебя. Их так много, кажется их так много, что ты начинаешь верить, что это единственный правильный вариант. Это делать так, как хотят они. А еще есть такая мысль, что массы неосознанные. Они действительно просто хотят много дофамина, контента. Тоже я должен был как-то балансировать между собой, разрываться между своими интересами и подписчиками. Они прям как-то обижаются. А меня это в смысле? А вдруг они реально обиделись? Какая-то манипуляция была со стороны зрителя. И тоже я поначалу близко, возможно, принимал это к сердцу. Но вот это время, когда я не снимал, мне было очень спокойно. Очень спокойно. То есть моя жизнь принадлежала только мне. И я спрашивал только себя, что мне делать в данный момент времени. Что с вами пальцами? Я не выдержал, не выдержал. Сделал маникюр, несмотря на то, что мы договаривались сделать это вместе. Я подумал, что у вас решимости не хватит на такой смелый поступок. Ты впервые делаешь? Я впервые крашу ногти, подравниваю кутикулы. И вот всё это впервые, да, я подумал, почему бы не в Рио сделать. Мы собирались сделать это вместе, но Ваня немножко фальстарт сделал. И я предлагаю следующую схему. Смотри, я тоже уже делал маникюр. Я не целиком их закрашивал, а вот так вот происходило. Но делать не только во мне. С нами есть ещё два человека. Мастер спорта по спорту Серёга и самый толерантный человек на планете Земля Сергей Лунков. Я пока что в начале этого пути. Мне ещё предстоит записаться на ноготочки. Блин, крутяк. Пацаны, а мы пойдём? Серёга. Погнали. А, нет. Рано или готов? Сюда. Ну, можно начать со среднего. Готов. Серёга. Не готов? Нет. Окей, 3-1. Там, где сердечки и черепушки, там и страники. Не прошло и года. И что же Серёга сделает сегодня в Рио-де-Жанейро? Вернее, каким цветом Серёга сделает в Рио-де-Жанейро? Жёлтым ебашим. Ну, немножко глазомер сбился, но ничего. Бывает. Серёга, показывай. Американус бразильянус. Показывай. Американус бразильянус. Так. Раз. Вообще, вот сделал. Видишь? Вот, всё сделал. Он побоялся. Побоялся. Я попрошу заметить, что несмотря на то, что здесь суперкруто делают татухи, они не умеют рисовать ногти, как выяснилось. Они просто не смогли мне их нарисовать. Ой, а что это? Это солидарность с белорусским народом. Так, Серёня, а у тебя-то что? Мой дизайн. Вот. Как? Я даже не знаю, как показывают ноготочки. Вот так, наверное. Вот так. Самый кайф, самый кайф. Это вот эта партия. Глянец и матовый. Блин, сочетание. Ну, круто же, да? Ну, давайте все вместе. Давайте все вместе с нашей ноготочки. Посмотрите, какая красота. Серёг. Там, где сердечки и черепушки, там и странники как-то. Глянец и матовый. Блин, сочетание. Ну, круто же, да? Вань, ты понимаешь, какую ты революцию совершил? Ну, революция совершается там, где ее ждут. Когда ты делаешь такие вещи, как маникюр, татуировку рядом с глазом, как реагируют родня и как реагируют соседи по деревне? Да, татуировка рядом с глазом, это соседи по деревне, дедушку и бабушку. Это немножко… Ты же это что? Ну, типа все, я для них уже больной какой-то приехал, наверное, я в депрессии, наверное, у меня все плохо. И вот это вот… приходилось им время какое-то рассказать, что это ради красоты, и вы еще привыкнете, вам понравится. Это надо было еще объяснить. Привыкли? Ну, да. Понравилось? Ну, дед до сих пор травит. Это домино на шее, что это? Ногти? Ну, в принципе, у меня мама и две сестры, я им похвастался первым делом. Типа, я сделал ноготочки, что скажете? Сразу с критикой, какие-то они яркие, можно было не такие яркие. Ну, типа, что это, критика, не критика, я не знаю. У нас… Рецензия. Рецензия. Ну, батя молчит, но батю не спрашивает, потому что ответ будет однозначный. Какой? Ну, он придумывает шутку типа про пирата. Типа, если я выгляну в окно, у тебя серьга, ее носят либо педики, либо пираты. Если я гляну в окно и там нету корабля, то… Вот это вот. Поэтому я носил серьгу раньше. Ну, здесь какое-то украшение. Я решил изменить серьгу на татуировку. Ну, как-то по-мужски, мне кажется, татуировка. Это моя последняя свежая татуировка. Это татуировки из онлайн-игры Lineage 2. Это дает мудрость, это дает интеллект, а это криты, чтобы вы летали чаще. А расскажи коротко, что это за игра для человека? Последняя игра, в которую он играл, это была FIFA и World of Warcraft. Это достаточно олдовая игра. Первая версия вышла еще в 90-ом каком-то. Lineage 2 вышла в 2005-ом или 2007-ом. Я провел в ней больше десяти лет. Вообще, это игра, которая объединяет, наверное, все страны СНГ. Почему-то она в странах СНГ завирусилась. И если человек играл в эту игру, я выкупаю его сходу просто. Потому что я взрослел на этой игре. Я понимал, как работает рыночная экономика в этой игре. Как работает общение. Тебя могут наебать. Ты можешь наебать. И это игра, которая давала весь тот эмоциональный опыт взросления. Только как-то он был виртуальным. То есть я уже выходил в реальную жизнь, имея знания с этой игры. И так скажет любой, кто провел в этой игре все свое детство. Очень много значит для меня эта игра. У тебя же погружение в компьютерную жизнь, по сути, с нее началось. Да, абсолютно так. Мы вообще с батей сидели по очереди. Пока я в школе, батя гриндит на гноме ресурсы. Я прихожу, батя на работу, а я гринжу дальше ресурсы. Что-то крафчу с них, продаем. Оно ломается, мы разочаровываемся. В общем, эта история закончилась. Мы с батей перестали играть в игру, когда меня жестко наебали. И представился чувак типа «Йо, узнал». Я такой «Никита, да, дай шмотки померить, да, на!» Чувак вылагинзился после того, как я ему передал шмотки. Это первый мой опыт, что вот люди такие бывают. Можно немножко я сейчас попрошу перевод с венгерского языка? Давай. Значит, как он тебя обманул? Никита? Ну это был… Псевдо «Никита» просто представился моим другом, с которым я на этом сервере провел около года. Вместе играли. Вышло так, что тот Никита оригинальный был из соседнего какого-то села. На огромном сервере, где люди со всего СНГ, я встречаю чувака, который где-то рядом с села. А это не он оказался? Это оказался вообще не он. Он кинул трейд. Я… Что такое кинул трейд? Торговлю, предложил торговлю. Я там в окне скинул ему свои шмотки, типа как бы похвастаться перед другом. «Смотри, что я нафармил за этот год, когда мы не виделись». Я ему скидываю. Он принимает его и выходит из игры. То есть забирай с собой шмотки? Да. И ты их не можешь восстановить? Ты их как бы ему отдал? Ну это вообще, это стыд, да. Я их просто отдал. Мне стыдно было бы админу даже писать. Я вот в такой ситуации был впервые в жизни, наверное. Сколько тебе лет было? Лет 13. Ну то есть я фармил это полтора года, может, от этого вот все нажитое. И оно ощущалось, как будто меня грабанули. И папе еще попробую объяснить, что я сделал. Я отдал все шмотки просто рандомному типу. Батя на меня злился. Мы на неделю не общались и не играли в эту игру вообще. Мы неделю не общались. Мама очень злилась. Типа вы из-за игры поссорились? Типа что там такое? Маме не понять. Я вот сейчас общаюсь с людьми, которые тоже свое детство провели в Lineage 2. И первый опыт на Йоба они получили именно там. И это лучше, чем в реальной жизни. Иначе ты в реальной жизни больнее. Сейчас я до сих пор играю в эту игру. Как ты относился и относишься к PewDiePie? Это референс был моих ранних лет Ютуба. То есть я глянул PewDiePie, такой, хочу как этот человек. Особенно, когда я увидел на Social Blade суммы, которые он зарабатывает. Типа у меня человечка, который поступает только в универ, хочет найти себе работу. А тут ты видишь, что вот она, типа работа мечты. И PewDiePie был референсом. Ты воровал у него? Не, не у PewDiePie. Я, конечно, сама идея снимать ролики, наверное, точно не у PewDiePie. А у Льрубиуса именно формат с динамической подачей. Цветная картинка, яркий запоминающийся образ. Ну, буквально вот этот, я его проанализировал. Моменты, которые мне понравились, я себе аппроприировал. И они уже как-то гибридно стали моими. А самим Льрубиусом я эту тему поднимал и как бы каялся перед ним. Говорит, я тебе, типа, три ролика украл. А он такой, да ладно, я у PewDiePie ворую. Я такой, да ладно, не надо так говорить мне. Круговорот воровства в Ютубе. Круговорот в заимствовании. В заимствовании, да, да. Сейчас все как бы уже иначе смотрят на этот момент. Типа, если это помогло кому-то понять какие-то азы творчества и дальше встать на свои ноги и пойти, то это позитивно. Ну так же, я считаю, когда у меня что-то взаимствует, я только за. Откуда появилась фраза «хаю-хай»? Хаю-хай! 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 Да в скайпе как-то с ребятами просто так вкидывали. Ну, в самом начале. Я еще в общаге жил в самом начале. Типа, было бы неплохо здороваться как-то как PewDiePie. Это брофист у него. А я могу типа «хай» и мне в скайп вкидывает кто-то «хай-хай». А я такой «хаю-хай». Если что, это Славик. Славик? Ну, Славик. Это… Я даже не знаю, как он выглядит. Я общался со всем просто в скайпе. Типа, вау, какие люди хотят что-то от меня. Ты с ними общаешься. То есть человек накопирает на твою самую известную фразу у человека, которую ты не видел? А он потом обижался. Он при том говорит «это я придумал, это я придумал». Не придумал он. Просто как бы диалог в скайпе был. Никто же не знал, как оно обернется. И теперь вот это вот неприкольно было совершать от Славика. У тебя есть сейчас своя «Недвига»? Да, в Киеве. Вот купил квартирку за 50к. Очень мини емкую, 40 квадратных метров. И там все вот так вот типа, как в японском стиле. Типа, нет свободного пространства. Каждый сантиметр пространства играет роль типа того. Ты копил или просто из свободных денег достал? Да, просто я увидел, что у меня хватает денег из потока. Ну типа поток, он типа чук-чук-чук. Я такой «блин, надо что-то купить». Что такое поток? Да, реклама Ютуба, то есть AdSense. Вот это Google дает мне деньги. Ну рекламные вставки. Ты смотришь видео Ивангая. Да. Тут всплывается и тебе рекламируют что-нибудь именно Google, не интеграции. Да, да. Вот этот вот механический просмотр, который переводится в деньги. В денежку. А сколько тебе в месяц от Ютуба приходит? Очень вариативно, смотря на сколько я роликов снимаю. Ну типа я действительно, когда мне нужны деньги, я могу подснять. Но я так не делаю, потому что у меня есть другие средства потока. Еще AdMob. Игры. Это как AdSense, только ответвление. Это такие же желтые отметочки типа рекламы вставки только в мобильных играх. Которые ты сделал. Да, в которых я сделал. И Distrokid. Это вот такие же рекламные паузы, только когда люди слушают мою музыку. В Spotify, iTunes, Apple Music, да, во всем остальном. Сколько тебе от Google прилетает? Времена, когда у тебя ролики выходили и все эти космические просмотры. Да, да. Сколько тебе прилетало тогда? Тогда в месяц могло 20к упасть. Это было очень прикольно, такие цифры видеть. Ну в месяц тогда. А когда ты перестал выходить? Когда перестал выходить, то тоже около 3-5к в месяц. И это я вот не снимал года два еще ролики, а мне вот стабильно прилетало в месяц. Когда ты не снимал ролики, у всех возникали вопросы, на что живет Ивангай. Да, 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 на что. Ну на то, что я Ивангай типа. Кто заберет меня? Ивангай и поток. Поток, он всегда поток. Просто на отчисления от старых роликов? Как минимум каждый год, даже в самые неактивные мои года, я снимал хотя бы один-два ролика. И этот один-два ролика, он поднимал актив на всем канале. И все старые ролики, как бы я ожидаю, кровью какой-то наливались. И снова, как будто я снял снова эти 300 роликов. Я не знаю, как это работает, но это как будто я снял сериал длительностью 300 эпизодов про Ивангая, и он мне до сих пор приносит прибыль. Что думаешь о Моргенштерне? Моргенштерн, он слышит, он вайбит, он ровный. Я его выкупаю, я его респектую. Но я могу, наверное, единственный, кто ему говорит что-то не так. Я наблюдаю за ним, и я считаю у него огромная ответственность перед Ютубом, перед детьми, которые растут, и все это. Он делает все достаточно своеобразно, неплохо, красиво даже. Актуально, модно, молодежно, на современных темах. Типа бабла, хайпа, денег, шмоток, машины. Вот это вот сейчас просто модно. Это не то, что, типа, это прям классно и круто. Это просто модно и, возможно, даже временно. И я это не поддерживаю. Типа мои методы другие. Я как-то хотел бы более морально, типа, расти и людей с собой тянуть. Он крутой музыкант? Да, да, треки в башке заедают. Он, типа, формулу выкупает. Я работал вот эти два года, наверное, тоже над формулой хита. Не просто, типа, поначалу я долбил в стол, делал вот что-то музло, потом выкупил. Нет, надо формула хита, типа. И я ее нашел, я выкупаю, как сделать красивый мотив, который застрянет в голове, какие ударки сделать. Вот потому что слушаю вот то, что слушает и он. Но это, типа, я этим не воспользовался. Это на поверхности лежит. Я себе не позволил. У меня как-то с моралью иначе, я построен иначе. И... Ты не позволил или просто не смог? Кто-то точно скажет, ну, камон, что это за такое? Это лежало на поверхности? Да. Ну, ты звук, например, имеешь в виду, да? Да, да, типа звук. Какое-то звуковое решение. Лежал на поверхности, я не взял, потому что это просто, а Моргенштерн взял, потому что ему не стыдно. И не... вот. Вот, да, и... Многие не поверят в это. Многие скажут, ты чего ты? Ну, не поверят. Ты просто не смог придумать, не смог разглядеть. А я в том положении, чтобы сказать, что я не взял, потому что я действительно могу. Ну, типа, я доказываю треками, которые гораздо сложнее в своей композиции. Гораздо. Ну, типа, я хотел бы вообще на Грэмми претендовать. Типа, у меня амбиции есть в плане музыки до сих пор, потому что на Грэмми надо умная музыка, сложная, где есть малейшие мелизмы, какие-то моменты. А поп-музыка — это как немножко регресс назад. Такой, окей, куча-куча знаний, круто, много. Это можно, да? Но давай попроще, чтобы зрителю было, слушателю понятней. Так можно, и это веселее. Но это пусто. Это для меня будет пусто. И все. А он мог бы вот сейчас воспользоваться этим хайпом, и… да я не знаю, я не хочу давать совет. Действительно, мне очень интересно наблюдать, как он эволюционирует. Он сильно развивается, делает ошибки и учится на них. Это звуковые волны. Буквально это азбука саунд-дизайнера из этих четырех звуковых волн. Синусоида, квадрат, пила и треугольник. Можно сделать любой звук, который человеческое ухо в принципе способно услышать. На самом деле, достаточно всего лишь синусоиды. То есть все звуки в нашем мире состоят из обычных синусоидных вибраций. А когда их много, разной частоты, то как будто это уже речь, уже как будто это музыка. Ну это что-то такое… хотелось вечное что-то набить, что это всегда будет. Даже к моей смерти это не перестанет быть актуальным. Когда у тебя вышел первый трек «My Heart», выясняли, откуда взят припев. Я правильно понимаю, что это просто бесплатная база сэмплов? Это платный сэмпл, он не бесплатный. Я слышал его в других треках. И еще это не сэмпл, а всего лишь мелодия и текст. А голосом я своим перепел. Я в тот момент еще не мог писать мотивы для мелодий и текст. И со стихами у меня было все плохо. Я поначалу написал трек, но я взял этот луп «I wanna love you» и просто перепел своим голосом. Таким образом получил какой-то опыт вот в этом всем. В данный момент я шарю, как это писать мотивы, как писать стихи на песни. И я уже к такому не прибегаю. Но да, тогда… Ты удивился, когда узнал, что у артиста «Hero Planner» было прям то же самое? Не, я не знаю, о ком ты. Я в других треках слышал этот сэмпл. А, и в других? Ну это не сэмпл. Я перепел еще. Я типа прям чуть постарался. Но ты собираешь музыку как конструктор. Я правильно понял? Да, да, да. Я вообще все собираю как конструктор. Ролики и все. И все мое творчество выглядит как какая-то техническая штука, к которой я подхожу вот так вот логически. Чтобы понять, из чего этот конструктор делается. Трек «Sugar». Там есть сразу две вставки, которые очень похожи на другие популярные песни. Начальный проигрыш вот этот — это в песне «Starwing» певица и актрисы Хейли Стейнфилд. Аккорды я взял с этой песни. Прям с нее? Ну как аккорды? Я взял аккорды. Я чуть-чуть изменил аккорды. Типа они уже буквально называются не так. Я взял их, поменял местами. Я взял их, сдвинул по ритму. И тот, кто до этого догадался, большой умничка. Еще внутри есть кусочек из «Chainsmokers». Да, я вдохновился вот этой простотой «Chainsmokers». Там всего лишь три ноты обыграны. Опять же, ритм мой, уникальный. Ну типа, если бы это был какой-то контекст, музыкальный контест, то я был бы чисто потому, что я соблел все условия так, чтобы это не отвечало плагиату. Это в другом ключе, это в другом ритме. Там вот буквально в деталях все сдвинуто, но человеческое ухо умнее, чем… Компьютер. Ну типа, чем… В общем, да. Да, да, да. Я разбирал, как бы сказать, самые культовые примеры, чтобы научился на них. Почему это не плагиат? Ну, это не соблюдает условия плагиата. Там все другое. Ритм другой, аккорды другое. Все другое. А я правильно понимаю, что, получается, трек ты делаешь, просто беря кусочки из того, что ты где-то когда-то слышал, и видоизменяя? То есть, по сути, это набор сэмплов, которые ты изменяешь, чтобы не было повтором, и потом это слепляешь, и получается трек. Ну, в процессе обучения я так и делал. Я разбирал большой трек взрослого дяди на маленькие кусочки, анализировал их и пытался пересобрать свой. И это достаточно сложно, потому что оно не все тычется ко всему. Это, типа, надо выкупить, как оно, что. Но я уже так не занимаюсь. В итоге это все откладывается у тебя на подсознание, типа, и ты когда пишешь свою мелодию, ты уже прибегаешь к тем формулам, которые выучил тогда. Но это метод обучения действительно очень эффективный типок. Это вот такое очень технологичное производство получается. Разве это похоже на творчество? Это похоже на обучение. Я очень хотел создать свою команду, свой лейбл и научить их тому, чему знаю я. Мне надо было структурировать эти все знания, надо было разобрать лучшие примеры творчества. И я очень быстро обучился именно благодаря вот этим вот примерам. И я действительно советую вдохновляться и разбирать чужие треки, но видоизменять максимально, вот насколько это возможно, до неузнаваемости, типа. Таким образом вы действительно научитесь. Но это будет слышно в ушами, это будет слышно. Я не планировал заработать с этого трека, стать известным музыкантом, стать популярным. Я хотел научиться, я хотел научиться. Максимально быстро и эффективно за кратчайшие сроки. Слушай, а ты хотел открыть свой лейбл и уже учить людей? Ну да, то есть да. А разве это не делают, когда каких-то результатов достигают в музыке? Ну я это выкупил уже потом. Когда понял, что мне надо больше одного года на это все. Прилетев в Питер, я искал ребят, искал менеджмент, искал юристов, вот как это все сделать. И при этом параллельно сам обучался музыке и понимал, что я трачу на музыку все свое время. Чем я занимаюсь, если я не могу сам писать треки? Короче, я пришел к такому выводу. Но это было достаточно больно. Я поссорился с людьми, которым давал надежды, что вот все, мы тут уже делаем лейбл. Ты прям Blackstar свой хотел делать? Свой Газгольдер? Ну что-то современнее. И вот чтобы даже, ну типа да, как бы утереть нос старикам, типа показать, что можно делать красиво, ярко, современно, на компьютерах, на коленке типа. Но надо было научиться самому сначала. Сейчас ты это понимаешь? Да. Ну просто ты понимаешь, как можно утереть нос Басти человеку, который классный музыкант? Да. Наверняка в перспективе его можно обогнать и сделать лучше, но просто для этого нужно самому себя проявить как музыканту. Разве нет? Ну эти… Ну мы свежестью хотели взять. Мы типа на волне трендов. Хотелось даже запада перейдеть. Типа какой-то новый звук вкинуть. Ну действительно… Не кажется наивным это? Не-не-не. Я верю, что типа мы могли бы это сделать. И типа действительно это видно. Только надо более толковый менеджмент был. И я тогда не был готов этим заниматься. Именно в менеджменте проблема. Я понимаю, когда утереть нос Западу хочет, например, Моргенштерн. Человек, который смог сделать так, чтобы миллионы людей, говорящих на русском языке в самых разных странах, они стали его слушать. Чтобы его музло просто заедало. Понятны его амбиции. Он уже проявил себя как человек, который умеет как музыкант работать с массовым сознанием. Он чего-то добился в этом. Во-во, да. Ну а ты же ничего не добился еще. Как музыкант и уже думал о лейбле. И это не наивно? Это достаточно наивно, да. Ты несколько месяцев назад написал о том, что ты вынужден был уехать из России. Да. Почему? Я перестал бояться этой инфы. Я эту инфу даже родственникам боялся рассказать. Я был не уверен, что я действительно привлекаю такой интерес, и это следует всем рассказывать. Я рассказал там сестре, там, родителям. Естественно, они отреагировали типа, «Так а что ты там делал?» Они говорят, «Все». В общем, ну это не очень крутая инфа, чтобы ее вообще всем рассказывать. Ну мне страшно, во-первых, потому что у меня было впечатление, что они могут и в Киеве меня пугать. Ну ты и в Твиттере уже рассказал, поэтому… А я рассказал, ну типа смелый такой. Хотя прошло два года, и я очковал это рассказывать. Потому что мне как бы явно сказали, чтобы я помалкивал. Типа просто я… Это все произошло на фоне с тем… Я прям четко знаю, за что меня это пугали. Я прям нарывался. На фоне чего? Да я постил всякую там непотребность. Типа «О, Роскомнадзор взломали, хентай запостили». Уху-ху! О, там, Путин, там, это самое, там, «Убери руки от Украины». Ну это были старые постики. Мне просто за них уже говорили, что типа они в курсе обо мне, и такие постики мне лучше не писать. С разных источников мне типа менеджеры говорили типа, что обо мне в курсе, что мои посты следят, чтобы я помалкивал. И когда я перестал помалкивать, когда я начал вот прям в открытую говорить, вот всем ходил по Питеру такой, «Ребята, вы чего не выкупаете? Вас тут используют». Типа того. Ну в общем, я не находил политических одномышленников, и это только меня как-то в Питере то время политизировало, и я не знаю, я не знаю, как так вышло, но меня останавливали каждый второй день. Гуляю я с девочками по парку, возле универа, в общем, идем. Я в этот день с утра прям запостил пост про Роскомнадзор, типа, что его взломали. А я просто в телеграм-канале в каком-то… Один из первых увидел то, что сайт Роскомнадзора взломан. Это типа прям инфа еще не достигла масс-медиа. Я прям хотел быть тем самым масс-медиа, который расскажет об этой прикольной новости, что сайт Роскомнадзора взломали, и туда хентай запостили. Самой фишечкой было этого всего. И меня потом просто останавливает какой-то, типа, милиционер, типа, мол, пройдемте, вы на красный перешли. Мы возле универа, тут, в принципе, машины не ездят, и мы вообще на зеленый шли, это точно я помню. Он мне начинает прописывать административку. Я такой, подождите, подождите, давайте разберемся. Это какой-то, типа, вздор. Он такой, не-не-не, ничего. И прописывает, и все, и просто на ровном. Можете объяснить, типа, что происходит? Он мне показывает, типа, видишь? Я смотрю, там машина какая-то вдали стоит, ментовская, типа. Я такой вижу. И что? И он все, и все. И у меня вопрос возник. Что, типа, что видишь? Ладно. Потом я лечу через какие-то несколько дней в Москву на фестиваль музыкальный. Останавливаюсь в отеле, выхожу просто погулять, я сажусь на лавочку. И просто полицейские выходят спереди, справа и слева три таких брони. И типа, а что в портфеле? А что там это? Начинают меня обыскать. Это ничего, это документик. Я даю документы. Я уверен в документах. Я специально, у меня свежий патент. Как раз я в Питере новый сделал. У меня регистрация сделана. Ну, я прям, с документами очень страшно было. И так, поэтому документы у меня были идеальными. Они начинают проверять мои документы, находят все нужные документы. А регистрация? Пожалуйста, регистрация. А патент? Пожалуйста, патент. Я так был доволен собой, что у меня есть все, что они у меня спросят. Но при этом немного ссыкотно, конечно. Он берет типа патент, что-то делает, вид как будто кому-то звонит и говорит, у тебя фейковый типа патент. Пройдем. Я такой, да не может быть. Я вот свежий получал, выходил. Пройдем, пройдем. Я такой, да давайте здесь как-то разберемся, не будем садиться в машину. Он мне просто кладет руку на плечо, и я уже все, стрёмно нафиг. Мужики в броне. Я садил в машину просто, все, будем тебя депортировать. Все, на пять лет тебе запрет. Тэ-тэ-тэ. Я понимаю, что какая-то дичь происходит. Типа они что, дураки вообще меня запукивают? Только единственный у меня вопрос, зачем? Зачем это происходит каждый второй день? Два случая только таких было? Нет. Нет, потом я вернулся в Питер. Я просто выходил на пробежку. Меня возле дома прям как будто подкараулили. Когда я подбегал домой, возле моего дома прям на маршруте домой стоит полицейская машина. Я думаю, ну это не может быть, что за мной. Типа фигня какая-то. Реально останавливают, давай проверять. Ну типа никак проверять. А вопросы у них слишком, они палятся, что они меня как будто ждали. Может я надумаю, ну типа… А какого ты гражданства типа? Я такой, да, я с этой великой страны. На меня типа… Этой великой страны, как будто уже выкупают, что я лгу типа. Я такой, да, этой великой страны. И все, потею уже. Меня отпустили. Ну я на очке, все равно типа окей. В Питере после этого еще я просто выходил. И у меня складывалось впечатление, что вот я куда не иду, они вот стоят и меня ждут. Потому что реально вот… И я иду, вижу, вот выходят какие-то мужики, прям как будто на меня. Я такой, это же не может быть на меня. Сейчас зайду, короче, я в аптеку. Подожду, пока они пройдут. Я захожу в аптеку, они заходят и становятся за мной в очереди. И стоят, и ничего не покупают. Я купил, ушел и все. Ну это как-то… Вот так вот было, знаешь, так мягко, но мне было страшно. Они всегда присутствовали в моей жизни. И после этого еще раза три. Они просто присутствовали, давали понять, что они есть, что они смотрят. Почему я вот так уверен в этой теории? Потому что есть люди, с которыми я работал, которые как-то там связаны с властью. И мне прямо они говорили, что вот есть некоторые постики неправильные у меня в ВКонтакте. Например, про Дмитрия Медведева, где я его троллю. Там про Путина. И ты так не делай. Тебя там все видят и знают. Типа, ты так не делай. Окей. А что за постики про Дмитрия Медведева? Ну я просто обогнал, знаешь, самым популярным стал ВКонтакте по подписчикам. На втором месте был Медведев. И я такой, ха-ха-ха, типа Медведева. Кто такой Медведев? Я вот тот, типа крутой. Паспорт предлагали два раза, типа в какие-то два периода. То есть они определенно были в курсе обо мне. Тебе предлагали российский паспорт? Да. При условии, что его вручат сам Медведев еще лично. Да какие-то условия еще были странные. А от кого тебе прилетало, что предлагают паспорт? Ну от людей, связанных с правительством. Люди, которые уже брали деньги от правительства. Люди, которые уже… Рекламное агентство, которое работает с правительством. Которое уже, да, работает. Что они говорили? Они говорили, Ваня, есть запрос на то, чтобы дать тебе российский паспорт. Да, вот как-то так вот. Зачем? Ты спрашивал? Не, не спрашивал. Я просто говорю, нет. Можно как-то отказаться так, чтобы мне потом не прилетело. Типа я прям как будто уже сразу понял, что я либо с ними, либо я против них. Типа они, ну типа странная какая-то фигня. Они знают обо мне, они что-то мне предлагают. А я тут отказываюсь и гну свою палку типа с оппозицией какой-то. Ну с оппозиционным таким мышлением. Сразу оговорюсь, я с уважением отношусь к твоему страху. И я прекрасно понимаю, что силовые структуры в России регулярно кошмарят людей. Ну да. В этом нет никаких сомнений. Но! Есть сомнения в твоих конкретных примерах. Ты понимаешь, что есть очень много людей, в том числе блогеров, которые в своих высказываниях гораздо категоричней. Роскомнадзор взломали ха-ха-ха, ну в этом нет никакой дерзости. А Дмитрий Медведев, кто он такой? Ха-ха-ха. Блин, про Дмитрия Медведева разрешено даже в «Вечернем угонте» шутить. А кто я такой, что я популярнее Медведева и популярнее всех этих ребят и вообще самый топ был на то время? Я был самым топом на то время. И если глянуть на мою страничку ВКонтакте, явно видно, что я очень жестко проукраинский такой человечек. Так. Я самый популярный. Вот это вот, ну недостаточно этого факта было, что вот у меня такое мышление. Я был самый популярный. Ты в тот момент курил траву? Да, покуривал. Не допускаешь ли ты, что чуваки просто знали? Они не знали, кто ты такой? Или они не следили за тобой по линии того, что ты супер популярный человек у молодежи? Они просто либо по внешности, либо по каким-то своим оперативным действиям они понимали, что ты человек, у которого с собой может быть вес. И они для того, чтобы сделать палочку, палочная система, выполненные преступления, раскрытые преступления, а иногда и выполненные, просто караулили человека, который похож на того, кто курит траву. Даже в моем кругу, то есть нас в команде никто не употребляет. Это правило. У нас есть люди, которых шмонают просто потому, что они похожи на тех, кто мог бы употреблять. Это регулярная история. Ты не думаешь, что просто они в тебе видели человека, которого можно взять по 228? Ну точно не старовой. Я просто был на Гуччи и очень достаточно стилевенький в то время. Вы просто выглядите как денежный мешок. Скорее вот такая моя теория. Как ты определишь человека, который курит траву? Я никак, но я не полицейский. А там свои привычки. Ну, типа красные глаза, когда ты покурил. А когда ты не покурил, не красные. Мы сейчас выглянем больше, как два накуры. Это правда. Ты не связываешь с этим? Нет. Потому что они просто видели тех человек, которого можно вот потрясти и найти там денежку. Нет-нет-нет. Если с травой это связать, то трава она скорее может вызывать какие-то приступы паники, паранойи. Ты можешь надумывать лишнего. Вот с этим связывал ли я? Я бы очень рад с этим связать. Но нет, все слишком складывается. Я очень хотел бы списать это на свою какую-то шизу, паранойю. Но нет у меня такого ничего. Поперечный. Он же просто разносит власть, как только не. Как он тогда должен реагировать на любых мужиков, которые вместе с ним в аптеку заходят? Я чувствовал угрозу тем, что я не в своей стране мог. Я вообще чувствовался действительно никем. Меня это как будто пытались показать. Да и поперечный. Он не самый популярный. Да и разносит власть с юморком. Я очень хотел бы спростовать эту теорию, что, типа, действительно, я сам это все надумал. И вернуться в Россию как-то спокойненько, со спокойной душой. Когда я улетал, меня сопровождали полиция. Единственный мой рейс задержали. Я такой, по какой причине? Ну, никто ничего не знает. Вообще странно, погода отличная. Я просто улетаю с Питера и думаю, ну, последний раз я здесь в России, наверное. Куда? В Минск? В Варшаву. Полиция в информе, опять же, они заходят прям в самолет. Я такого никогда не видел. Заходят и прям осматривают весь самолет. И улетают. Этот рейс еще задержали надолго. И еще я вот это… Опять я их видел. Опять они перед моим лицом. Зачем они вот у меня перед взором появляются? Меня просто запугали, типа, вот, постоянным присутствием. Ряд совпадений, вот это вот, что меня пугает. И оно очень в короткий промежуток все произошло. И я… Вот если бы отдельно это все происходило в растянутый период, то я думал бы, что это вот как-то нормально так и работает страна. А тут как-то вот все в один момент, и я прям… Что происходит? — Ты уехал и не возвращался? — Да. — Момент суперславы. Ты почти не давал интервью. Но как минимум одно у тебя было. И очень забавно наблюдать, для кого это интервью было. — Да, это было интервью для Антона Лядова из «Зе Люди» телеканала. Это самое первое интервью у него на канале. Он буквально стартанул свой хайп и свою вот всю эту деятельность с моего интервью. — Но это интервью ты давал не для канала. — Я давал тогда интервью для канала «Россия-1». — Да. И Антон работал на канале «Россия-1» в программе Дмитрия Киселева. — Действительно? Я даже не знал этого. Я не хотел давать интервью. Я опасался тогда давать интервью. Единственное, почему я дал интервью, я тогда скурил косяк и стал добрее. И я не смог отказать. Я тогда боялся отказать человеку из телеканала «Россия-1». Вот как-то вот меня… И дал интервью. Вот обычно просто посидел, пообщались. И сейчас вот как-то вот как всё разворачивается. Как этот человек, вот куда он вышел с одного моего интервью. Как я удивился, когда я увидел это интервью отдельно из какого-то другого ресурса, а не «Россия-1» вообще. Я понял, что этот человечек как бы… Ну, он вообще другие цели преследовал. Личные, так сказать. И это правильно. Он молодец. — Личные в смысле? — Ну, у него была камера «Россия-1». У него был микрофон «Россия-1». Всё было вот стилизировано. А он взял это и выдал, как будто это он. — Я помню, как сейчас в том сюжете… Вы встречались на каком-то фестивале блогерском. — Да, «Хино де Джапан», там японская какая-то культура была, вот это вот всё. — И я помню, когда ты проходишь, и молодые ребята кричат «Ивангай! Ивангай!» И ты реально выглядела, как будто Джаред Лето просто. Входит в зал и всё остальное. Я когда смотрел тогда, думаю, боже, ты молодой чувак, как ты это переживаешь? — Я тогда очень переживал вообще, да. Мне тогда просто менеджеры сказали, надо, надо всё, там тебе за это дадут пять Nintendo Switch. Я такой, да всё, надо, надо. На нервах я скурил косяк. Мне стало ещё чуть более нервно. Не помогло, но в итоге как-то всё обернулось. Так что родился Антон Лядов. Поэтому я не против. — Где мы, Ваня? — Мы находимся в Рио-де-Жанейро. Мы сейчас идём в бар, в котором, если что, мы готовы отсюда уйти в любой момент. — А ты пьёшь вообще? — Ну, это само собой по праздникам, надо поддержать компанию. — А, но ты на детоксе был сюда, да? — Ну, в плане детокс, в плане без кофе. Моя слабость — это кофе, я кофе нет. — О, ты тоже наркоман кофеиновый, да? — Да, это самое жёсткое, да все сидят на кофе сейчас. — А это разве плохо? — Ну, конечно, когда ты бросаешь кофе, ты начинаешь чувствовать только больше энергии. Но тебе надо где-то месяц, чтобы ощутить этот прилив сил. И это, типа, детокс меня убивает сейчас и сейчас. — Что у тебя с наркотиками? — Наркотики я разграничиваю не так, как большинство людей. — То есть? — То есть более по-научному. То есть наркотик, по определению в Википедии, это то, что вредно, вызывает зависимость и не имеет медицинского показания. Кофе, по-моему, тогда наркотик. Алкоголь тогда наркотик. Никотин тогда наркотик. Если грамотно применять, это действительно, я тоже и на этом шишки набил. Я курил неправильно. То есть сорта не те выбирал. Не в той компании курил. Это вот, чтобы ребята знали, что это не так, а все однозначно. — Ты 15 минут назад сказал, что от травы бывают панические атаки. — Да. — Когда можно понапридумывать себе всего, чего угодно, в том числе, что Сереге — кадровые сотрудники ФСБ. — Ну да. — И ты чартерным рейсом завтра летишь не к себе домой, а в какой-нибудь там, в Кремлевский Централ в Москву. — Да. — И мы таким образом выполняем задания. — Ну да. — О какой пользе может идти речь, если она мозги в бантик сворачивает таким образом? — Ну все не так. Вот эти вот все домыслы, наоборот, происходят из-за чрезвычайно активного мозга, который у тебя происходит под травой. И это происходит буквально там полчаса. Да и страхи скорее всплывают твои, нежели какие-то надумки, что ты надумываешь, да. И оно помогает бороться с ними, ты вот их видишь, типа «воу». Но это, так сказать, обратная сторона «bad trip». Да. Все неоднозначно, это действительно сложная субстанция, которую надо изучать. — Когда ты попробовал в первый раз? — После окончания 11 класса. — Да, да, и подружился с ребятами, с которыми постоянно ссорился, типа я дрался с ними. Это были прям конфликтные ребята. Ну мы такие покурили и нашли какой-то общий язык, типа просто… Ну это странно, это наблюдение, это не то чтобы я… Это детское наблюдение. После этого я еще долго не курил. — А потом? — А потом, когда расстался с Марьяной, я такой «О, ребята, вы же там в Киеве, да, все еще? Давайте покурим». — Так. — Да, и покурил, и понял, что вот она. — Как регулярно ты стал это делать? — Ну как регулярно? Ну это контролируемое, у тебя нет зависимости. Ты не можешь, ты не обязан курить каждый день. Но если ты куришь, то ты куришь, ты живешь с этим. Ты грамотно применяешь это либо вечером перед сном. Ты курил вчера перед сном? — Не. — Угу. — Не-не-не. Я не курю. Месяц. — Коля Соболев писал в тот момент, когда у тебя YouTube-карьера была на паузе. Мне сейчас очень грустно наблюдать, как Ивангай медленно, но верно приближается к судьбе Ромы Жолодя. Это уже какое-то проклятие на YouTube, когда два секс-символа малолеток подсаживаются на наркотики и перестают снимать свои видео. Если вы сейчас думаете, что я просто сморозил, не подумав — нет. К сожалению, я знаю, о чем говорю. А Бинда с Заванью — лучше бы он и дальше в своих роликах кривлялся. — А я выбрал путь саморазвития. Это, к сожалению, для Коли. Я очень много мыслей получил в процессе этих бэт-трипов. Ну, типа, ты реально начинаешь загоняться по поводу своих страхов. У тебя мозг, если брать рентген, сканировать, то он действительно… Части мозга, которые раньше молчали и спали у тебя всю жизнь, они вдруг просыпаются и видят вот всё, что у тебя происходит в голове, и ты начинаешь как-то это пытаться упорядочивать. В Грузии же, как там легализировали медицинскую марихуану, там какой-то чувачок подал в суд на то, что ему мешают саморазвиваться. Ну, и как-то вот так вот вышло, сработало. Я вот не хотел бы быть главным рупором, пропагандистом травы. Действительно, ну, я просто регулярный потребитель, так сказать. Я не хочу, а уже получается… — Уже Боб Марли. — Уже Боб Марли. — Ты летал в Перу? — Да. — На Айваску давно? — Полтора года назад. — Так, почему решил? — Я чувствовал, что я не здоров морально, что я какой-то озлобленный, что всё как-то против меня, и всё как-то вот неправильно. А ещё у меня… Ну, не так скажу. У меня было важное решение в жизни. Я действительно собирался вот вернуться на Ютуб, но мне надо был какой-то совет, скажем, высших сил. Ну, типа, посоветовать, что делать вообще дальше. И, ну, естественно, я ожидал одного. А когда выпил, начал просто галлюцинировать, что мне надо извиниться перед родителями. И я так плакал. Я таким мудаком себя увидел. Ну, типа, вот это вот чувство, когда ты выходишь с тела, видишь себя, такой вот, мудак. И это… не знаю. — Одним из итогов было, что ты решил извиниться перед родителями. — Да. — За что? За что тебе нужно было извиниться? Ну, не за что. Просто… Оказалось, просто надо извиниться. Ну, типа, вопрос не в том, за что. По-любому есть за что. Ну, камон. — У вас были напряжённые отношения, и ты вернулся с решением эти отношения сделать хорошими снова. — Да, да. Да, вот как-то так оно меня поменяло, если в двух словах. — В словах Коли Соболева. Сколько правды? В его инсайде о том, что Ивангай сидит на наркотиках. — Ну, с точки зрения Коли Соболева, трава… Да камон! Да он же тоже курит. Чего он придирается? — Кроме травы что-то было у тебя? — Да. — Что? — ЛСД — психоделик. Грибы — тоже психоделик. Трава — психоделик. Айоваска — психоделик. Пьетовый кактус — психоделик. Я вообще по психоделикам. Мне кажется, в будущем мы вынесем их с разряда наркотики и будем успешно использовать психотерапию. Нам надо просто изучить это всё. — Соли? — Нет. — Спайсы? — Ну, ты чё? — Мефедрон? — Нет. — Кокаин? — Нет. — Ни разу? — Нет. — МДМА было. Это в экспериментальных целях, в очень контролируемой обстановке с ребятами, которые знали, что это за субстанция. У нас всё очень цивильно было. МДМА — это был опыт. Это используется, опять же, психотерапией. Я вообще зашёл к этому всему, к наркотикам, так сказать, со стороны научного азарта и интереса. Я научный энтузиаст, и я тут увидел, что есть вещи, которые лечат людей. Я начитался, насмотрелся документалок National Geographic. Я очень, очень с такой научной точки зрения смотрю на это всё, поэтому я так легко, наверное, об этом говорю. Типа, я не могу стесняться этого. — Ты когда постил твиты про отъезд из России, в этот же день, если я не путаю, ты в лайве появился с пакетом. В этом пакете что-то похоже на траву. — Да, да. — Что это было? — Ну, трава. Хорошая киевская трава. — Я не разбираюсь в граммах, а сколько там? Это же пакет. Выглядит это, как грамм двести. — Не-не-не, где-то до сорока. — А какой это тюремный срок? — В Украине всё законодательство не так строго. Там с хранением можно прокатить. И можно вообще без ничего прокатить. — Не хочу выглядеть занудой каким-то старым, но мне всегда было интересно — а не страшно держать дома то, за что могут посадить в тюрьму? — Конечно, страшно. Не, в России я не мог себе такого позволить. Очень страшно было. В России это действительно маленькие какие-то вещи. — Но ты курил, когда жил в Петербурге. А, маленькие вещи. — Да, маленькие косяки какие-то. В России действительно очень страшно было. И действительно я очковал. В Киеве я не боюсь. Действительно есть какое-то чувство безопасности. Ну хотя бы потому, что я гражданин этой страны. У меня не то, что это привилегии. У меня хотя бы нету тут, как сказать, какого-то клейма чужака типа. Я уверен, что даже если что-то, то всё будет по закону и естественно всё. Мы в любом случае двигаемся к легализации. Я действительно популяризатор этой всей движухи. Я беру на себя какую-то небольшую ответственность. При этом я ношу небольшой страх за это. Когда я увидел твои твиты про политику и выдворение из России, ну я просто охренел. Потому что если можно найти в Ютубе людей, не ассоциирующихся с политикой, то ты в этом списке будешь в топ-3. А может быть и на первом месте. Никогда Ивангай не ассоциировался с политикой. Да, потому что огромная часть моего мышления направлена в политическую сторону. И я это боюсь очень показать. Это действительно моя политическая позиция. Я её боюсь. Она слишком либераль... Либеральная. Либертарианская. Расскажи, что за политическая позиция? Когда ты заинтересовался и что есть твои главные мысли, принципы и всё остальное? Свобода человека самое главное — освободить женщин, освободить всех несвободных. Женщин? Да. Что это мешает? Окей, феминизм — это либеральная позиция. Я за феминизм. И мои посты антифеминистические типа. Они только с целью в том, чтобы разобраться в проблеме лучше. Потому что в меня очень много прилетело говна в ответочку. В этом говне я разрыл вот... Вот эти посты. Зачем ты их постил? Я разобраться хотел. И как же не разобраться лучше, как не сагрить самих женщин, чтобы они тебе рассказали, в чём их проблемы? Не всегда это так однозначно. Я как бы и троллю, и позицию свою выражаю, но и как бы не совсем корректно. Поэтому я ожидаю, что мне прилетит. Потому что этичность и корректность высказываний тоже, она очень имеет значение. Несмотря на то, что я прав, я как-то вот прям не так задал этот твит. Я ожидал больного урока. Действительно, я готов принимать удары от социума ради обучения. Напомню. Ради обучения? Да, да, да. Это быстрее учит меня. Напомню, какой твит ты имеешь в виду? Ну, там, каждый я троллил. Ну, который там... Про то, что феминизм — отстой. Ну, типа, я так не писал, но типа, якобы девочек задевал. Тебе прилетал хейт. Ты изучал. Да, да. И понимал, что феминизм — это классно. Не-не-не. Более объективную позицию какую-то свою строил. Личную уже. Как бы пытаясь в одном мире уместить и понимание всех событий, которые происходят. И почему феминизм сейчас должен быть, почему он не должен быть. И за, и против. Ты фанат Илона Маска? Ну, я не могу судить Илона Маска. Но у меня... Ну, я фанат. Да, я фанат. Но как бы не то, чтобы фанат. Он недавно написал, что хочет с Путиным что-то там увидеться, провести какие-то переговоры. Что вообще за предложение? Причем тут... А про что не так в этом? Ну, Путин же не общается. Он же типа вообще как бы... Ну, он как бы говорит, только все наоборот. А Илон Маск, ну, реальный человек из будущего. А тот типа... О чем они еще будут говорить, кроме как если, типа, отдайте ракеты и разогреть Марс. Вот это вот все. Это единственный вариант, я представляю. Только так я могу вот эту вот глупость Илона Маску объяснить. Чтобы разогреть Марс с двух сторон. Все ракеты России. А куда их надо утилизировать? Чтобы подогреть атмосферу, создать парниковый эффект, чтобы там начали вот такие же дожди начинались. Там же нашли на Марсе воду уже. И то есть, ну, то есть... В теории, если Марс просто нагреть, он начнет испаряться, и начнут происходить похожие процессы, как на Земле. И для этого нужно очень много ядерных ракет. А где они есть? Объясните мне еще раз, вот просто тупому. Что ядерные ракеты могут сделать с Марсом? Она его разогреет. Ну вот представляешь, там выделяется огромное количество энергии при ядерном взрыве. И пыли, и всякого другого, в воды, и оно создает как бы верхний слой. И этот верхний слой как бы начнет делать парниковый эффект, задерживать Солнце. И теоретически это может превратить Марс в планету, пригодную для жизни. Ну, именно так Земля и создалась. Здесь была какая-то атмосфера, и здесь задерживалась сложная тема. Тебе Батыкин объяснил, что не надо тратить силы на Марс. Невозможно там жизнь какую-то наладить. Надо тратить силы на то, чтобы жизнь здесь стала лучше. Хорошая претензия. Это да. Но если не пытаться потратить силы на Марс, то мы и здесь не начнем жить чуточку прогрессивнее. Что ты думаешь о Путине? Страшно, что есть такой безэмпатичный человек вообще у власти, который, по сути, обладает знаниями, достаточно жесткими знаниями пропаганды. Он же из КГБ, и он действительно не глупый в плане того, что он делает. Он прямо очень умный, даже сказать, в этом плане. Может, не знаю, как на старости лет, он просто может постарел. Но мне страшно, что умный и безэмпатичный человек является самым сильным человеком мира. Самым сильным человеком мира? Да, да. То есть, если в других странах президентов или еще каких-то влиятельных людей контролируют, он действительно самодостаточный, такой, сам себе, он прям… Самый сильный человек мира? А почему нет? Кто сильнее? Кто с ним будет что-то… что с ним делать? Что будут делать с президентом США? Просто выберут другого и забудут старого. А-а, ты это имеешь в виду? Ну да. То есть ты под силу имеешь в виду нахождение у власти? Я под силу имею в виду подконтрольность личности. Он все контролирует. Ну а что бы он не захотел, он проконтролирует. Как бы он не захотел, он любой закон ведется, все сделает. И не спросит никого даже, типа того. Это страшно, что никто не контролирует такое сознание извращенное. Это страшно, что есть такое мощное извращенное неподконтрольное сознание. Юрий будет дочь, дочь будет Юрий. Где и когда ты познакомился с Марианой Рожковой? Интернет. Она тебе написала? Ну типа… Фоточку запостила? Не-не-не, я написал ей. Увидев, что она… Она в курсе обо мне, типа. Да, и она комплимент тебе какой-то отпустила, сказала, какой красавчик и все такое. Да. Почему написал? Так и она выглядела очень симпатично, привлекательно, активно и такой… Ну как тебе объяснить? Понравилось? Ну да, да. В то время у меня прям гормоны бушевали, я прям офигел, что надо лететь, надо лететь. Тебе было 19? 18. Чего она ответила? Да ничего, переписывались, вкекали, мемали и все такое. И ты полетел к ней? Да. Она жила тогда в Японии или на Сахалине? В Японии. Мне показалось, это вообще будет такая романтик-стория крутая, тем более я такой молодой. И это типа вообще… ну реально, это love story, которая была отличнейшим опытом в моей жизни, красивым опытом в моей жизни, действительно. А это еще блогинг, соприкасался с этим все, мы еще вместе как-то совмещали блогинг. Типа, ну это реально уникальная love story, вот у меня она такая, да, есть в опыте. Ты полетел в Японию и просто гостил там? Нет, я первую неделю полетел с ней, познакомился, привет, привет, и понравилось все, надо более серьезно лететь. В следующий раз я создал визу учебную уже, полетел, поступил в школу японского языка и обучался там полгода японскому языку. И ролик снимал оттуда? Да, да, и очень офигенные ролики еще снимались, потому что ну все как-то так приподнято было. Вот такое настроение… ну я сейчас очень редко ловлю такое настроение, как тогда было, как будто детство. Ярко, япония, тут влюбленность, ютуб прет, просто что-то невероятное происходит по статке. Ты такой, типа думаешь, да кому я такой интересен? А ты всем нужен, как будто всему миру. И даже японцам. Ну японцы тоже типа, ой, ванс. Ну я интересным был, потому что чем я занимаюсь вообще никто не выкупает. Такой, приехал сюда, зачем? Говорю, к девушке, все такие, вау. Когда вы уехали оттуда? Когда начали предлагать деньги, с ютуба хорошие контракты. И выглядело так, как будто с Москвы мы могли бы заработать больше, и поэтому переехали в Москву. Вы когда знакомились, она тоже была блогером, у нее было 30 тысяч подписчиков, у тебя 3 миллиона. Ну у меня где-то 3 миллиона, где-то 100 тысяч у нее было, да. А, 100 тысяч. Ну плюс-минус. И потом поперла вверх, и она тоже стала звездой. Ну да, но у нее и так статка типа, по сути, уже была. Ну я думаю, она бы и без меня что-то там смогла, ну типа. Но со мной эта история, конечно, приобрела совершенно другой поворот такой, более масштабный для нее. Не хочу выглядеть полицейским, но все равно. Вы же улетали в Москву, она была несовершеннолетней. Ну возраст согласия получается сколько в Москве? Ну да, это больная тема. Я переживал опять же за эту тему. И опять же, я переживал. Потому что да, возраст согласия в Москве, типа в Японии все ок, мы летим в Москву, а возраст согласия в Москве 16, да? Я не помню, ей могло быть 15 на тот момент. Да, и я тогда переживал. И тогда была мама ее рядом с нами. Она с вами улетела? Ну да, мама навестила нас. И осталось жить. Мне было страшно. Действительно страшно, потому что с мамой я не смог наладить контакт. Мама мне казалась достаточно злой женщиной, которая даже меня немножко пригрожала, что она может пойти в полицию. Ну просто когда я не слушался, например. И это меня вот как-то тоже подкашивало. И я такой — окей. Угрожало тем, что может сдать тебя за связь с несовершеннолетней? Ну да. Ну вот так же это получается. Мои страхи они использовали в своих целях, и я тогда действительно очканул. И что ты сделал? Улетел в Киев, переждал, пока мама улетит. И мама улетела, я вернулся в Москву. И такой типа, ну все ок, мама улетела. Уже не страшно. Сколько ваши отношения продлились? Сколько вы встречались? Не помню. Полтора года, мне кажется. Есть момент, который ты вспоминаешь с самой большой теплотой? Момент, когда вы были близки к тому самому космосу? Ну слушай, я вообще не хотел бы сейчас говорить и не негативные, и не позитивные вещи, окончательно именно Марьяны, потому что она замужняя женщина уже, и это будет как-то, не знаю, ее честь может как-то… Не тактично по отношению, неблагородно. Да, но я хотел бы сказать, что вся love story, она была действительно яркой. Типа, просто путешествия, блоггинг. И действительно, все закончилось от нервного срыва. Чего? Просто не выдержали, там, контракты, блоггинг и все это, она типа паникует. А я уже и не против тоже попаниковать, несмотря на то, что я был, типа, контролировал вот эту вот женскую энергию. А тут я уже как бы заебался, и я такой, ну ладно, типа все. И я просто сам ушел и ей чемодан испаковал, купил билеты. И вот так вот, все. А из-за чего паника? Из-за того, что вы популярны? Да… Из-за того, что вы… у вас много возможностей. Ну это было… Скорее паника была, просто я игнорировал там, типа, ее на телефон. У меня было много дел. Я действительно игнорировал. Вот так вот. И я застрял в делах, которые я разруливал и сам был на срыве, да. Ну как на срыве? Я… Ну как на срыве? Я вообще не срываюсь. Я просто ухожу. Вот так вот вышло у меня. Я даже не смог ничего рассказать. Типа, я просто охуел и все. Я понял, что у меня… Я сейчас могу кукухой поехать, если продолжу эти отношения. Я, типа, не готов держать это все. Прости, а от чего охуел? Я, наверное, в плохом состоянии здоровья еще был. Такой, типа, полноватый. Марьяна истерила. Я… Из-за полноты? Контрактов. Ну, конечно, это же отражается на самочувствии. Я тогда реально очень хреново выглядел. Желтым таким был. Это все накопительное. Типа, действительно, полтора года это… Были моменты, когда мы срывались, но все могли как-то уладить потом. Ладно, ладно. А тут… Ну как это? Накопилось просто. Все. Я уже не мог… Просто проблемы не обсуждались даже, мне кажется. Это я не знаю. Это сейчас, я думаю. Типа, если я буду строить отношения, я использую, конечно, опыт этих отношений. Вот. И мне кажется, проблемы не обсуждались. И я, в принципе, не был способен говорить. У меня не было такого словарного запаса и… И понимания, что вообще надо делать. Говорить, если что-то не устраивает. Да, да. И обсуждать. Да, да, да. Особенно с моей стороны. Я достаточно замкнутый, наверное, к своим чувствам объяснять, что я чувствую. Я был. Марьяна злилась? Ну да. Привлекала внимание. Типа, таким образом, возможно. Ну, злилась. Я не… Я не понимал даже, вот что она хочет. Вот что на этом уровне происходит. Что было финальным днем, финальной точкой? Когда ты понял, что надо собирать чемоданы? Я не хочу говорить про Марьяну ничего плохого. Ну, типа… Она меня там ударила, скажем. Я такой, нет, все. Это последний раз. Ну, когда… Ну, я не вытерпел этого. Ну, насилие как-то неприятное. Сдачу я никогда не мог дать. Это, типа, выше меня. А… Ну, а терпеть тоже странно. Короче, вот это вот… Ну, и что? Она… Я ей это не в укор. Хорошо, что она меня ударила. Это меня прям… Все. Я понял, что я не стой женщина. Я не в том месте. Я не тем занимаюсь. Ну, потому что меня бьют. Это ненормально. Марьяна много интервью, в отличие от тебя, дала после вашего расставания. Ага. И она не раз говорила, что ты поднимал на нее руку. Это как… Да, блин. Прикол. Такое было? Нет. Жуткая подробность звучала, кажется, от Вани. От Фейса. Она девочка с травмой. Она мне рассказывала, как он ее бил и приковывал наручниками к батарее. И издевался. Вброс. Ну, вот такой наглый вброс. И он не единственный с ее стороны. И опять же, я прощаю это все. Я не вижу обиды. Я умнее просто. Я очевидно был. Ну, типа, я реально умнее этой парочки. Ну, типа, действительно. Я очень рад, что они нашли друг друга. Я очень рад. Действительно рад, что я не искалечил человека. Я действительно оставил ее с опытом, и она смогла найти себе парня. Это хорошо. Потому что я бы очень переживал, если бы она сейчас не смогла себе никого найти. А то, что они так поступают, создавая вбросы, это скорее как ожидание того, что я вот начну говорить, что она на меня руку поднимала с каким-то типа претензией. Это типа как встречный удар, мне кажется, с ее стороны. Ну, некрасивый жест с ее стороны. — Вы общались после? Допустим, прошел год? — Нет. — Прошло полтора? — Нет. — Раны затянулись? — Да. Но мы не общались. Раны затянулись, но мы не общались. И вот как-то так. Ну вот в медиа пространстве уже очень много она наделала фигни, что ей действительно стыдно смотреть будет в нее в глаза. И я не хотел бы, чтобы она вот типа вот убегала как-то от меня. А так и было. Хотя и я не очень приятно. У нас был такой момент, когда мы могли встретиться. Это как раз был тот момент, когда я сфоткался с Дианой Шурыгиной на каком-то мероприятии. Она там тоже была. И мы вот так увидели друг друга и такие... Прям не хотели видеть друг друга. Ну... — Она в конце 2020 года писала, что у вас фит вместе должен был быть. — Да, это потому что, ну... — Но она не может тебя найти. Ты типа пропал. — Ты тоже вброс. Она выкупает. Опять же, Марген Штерн, Инстасамка, Марьяна Ро и я. Возможно, вот эти четыре человека точно знают, что хайп бывает грязный. И мы действительно... Я не могу ей ничего сказать, потому что я к таким вещам тоже мог прибегнуть. Типа как-то... Как я ее заделал? Смотри, я выпустил трек «Шугар» типа про оральный секс. Типа прикол. И там маленькая фраза есть, которую я направил на подписчиков. Подписчик — это аудитория, которую ты типа можешь направлять, если знаешь иногда как. И типа я скормил им то, что типа в песне есть типа «Dye hair all blue» типа покрасить волосы. Мы могли бы, мы могли бы покрасить волосы снова в синий. А у нас типа в Японии я красил волосы в синий. Все это знают как мем. Я типа подписчикам вкинул удочку и все такие «Вау, так что...» — Все подумали, что ты скучаешь. — Типа того. Ну да, это маленький грязный такой ход с моей стороны. Просто подогреть аудиторию. Типа я же знаю, на чем они сейчас помешаны на расставании. У них это типа сейчас такой гештальт, который не закрыт. А я такую еще подогреваю. Марьяна выкупила это, и она включилась в игру тоже играть на подписчика. Просто типа у нас фит. И типа все сейчас будут «У нас фит». У нее сейчас посты в Инстаграме есть, которые типа двухсмысленные. Она направляет тоже так на адресованные на подписчиков. Короче, старый хайп разогревать. Вот так вот мы оба делаем. — Ну это же прям вранье. Я не про игру с этим, с красным. Да, там же прям утверждается фраза. — Фит типа? — Ну смотри, сейчас цитата. «Кстати, друзья, я не могу почему-то дописаться до Ване. Мы должны были сделать с ним фит. Он должен выйти в январе, но он перестал отвечать. Наверное, с ним что-то случилось. Помогите, Ивангай, выйди на связь». — Вранье. — Ну это же легко проверить потом. — Меня типа спросить просто? — Тебя спросить или просто дать времени пройти, и станет ясно, что это вранье. В чем смысл такого хайпа, если он просто… — И забывается. В итоге все забывается. Даже грязный хайп. — У некоторых людей есть впечатление, что их репутация уже ниже не опустится. Типа того. И это как-то дает тебе дополнительную уверенность. — Вы же жили в Лос-Анджелесе? — Да. — Сколько? Полгода? — Да. — Что за период был? — Нормальный такой период. Хороший. Мы снимали ролики. Ролики снимали. — Она говорила, что вы там жестко растоманили. — Ну да. Ну это она обвиняет траву в этом. Но проблема-то не в траве. — Ну это самое первое, что можно обвинить — это траву. Это изи. Это первое, что лежит. Лежит и бей его. Это же наркотик. Так легко на это списать все проблемы свои. — Ну бывает, когда у людей рушатся отношения с наркотиками? — Ну мы не жестко растоманили. Бывало такое, что мы скушали какие-то брауни и вырубились. Потому что опыта не было. Действительно... Я не думаю, что это... Она бы сказала такую претензию. Я не думаю, что это претензия с ее уст. — Еще она говорила, что ты ложился в рехаб. — А что это? — Ну это место, где людей выводят из наркотической или какой-то еще зависимости. — Да она вбросы на вбросе вкидывала. В тот момент я бомбил. Вот на это я бомбил. Реально я был в селе просто дома и была фотка, где я просто такой в поле пшеницы и сфоткался классно так все. И она пишет типа «Ха, вышел типа из госпиталя этого». И кто-то подхватил, типа может я реально вышел из госпиталя в поле типа того. И люди могли в это поверить. И реально вот тогда это мне не понравилось. Потому что этот комментарий у меня под фотографией в инстаграме. Поэтому некрасиво. Ну я вбросы от нее я ожидаю. И я не виню. Это реально хороший хайп и для меня в том числе. Ну реально я не чувствую злобы к ней. Я же вижу, как это все прикольно оборачивается. Как люди подхватывают такие негативные кусочки истории гораздо активнее, нежели позитивные. — А что тебе это дает? — Ну, наверное, это просмотры. Они напоминают подписчикам какие-то… У каждого же свое есть какое-то мировоззрение. Кто такой Ивангай, кто такая Марьяна. И какая у нас история взаимоотношений. Каждый как-то по-своему это все видит в голове. Вот какая-то картина есть. И это подогревает эту картину людей в голове. И всем нравится шиперить кого-то типа того. А тем более, если это расставание и еще какие-то не до конца выясненные отношения, то капец как интересно. И я это сам выкупаю. — Вы с папой играли вместе? — Да. — Насколько он тебе старше? — Лет на 25. Вот так вот. — В каких вы отношениях? — В хороших. У нас были на самом деле конфликтные такие взаимоотношения. Мы прям поссорились в какой-то момент очень сильно. Это было по скайпу, потому что именно недостаток общения приводил к какому-то недопониманию, надумыванию. И я прям в скайпе однажды очень сильно много плохих вещей сказал и услышал свой адрес, интерпретировал это не так. И прям я неделю не мог прийти в себя. Я тогда начал медитировать. Потому что я хотел успокоиться. Это что-то не то. У меня одни из самых главных образов в голове конфликтуют. Типа я конфликтую с отцом и в голове не могу с этим ничего поделать, потому что я его как референс брал долгое время своей жизни. Это стало именно подводкой к тому, почему я полетел в Перу пить айаваску. Что-то вот не так. Душевно я был неспокоен. Полтора года назад случился этот конфликт. И с мамой, и с родителями поссорился. И вообще я находился в Лос-Анджелесе. Я решил тогда обучаться музыке. Просто вот я заинтересован был этим видом деятельности. Думаю, я поступил в школу, начал обучаться. Но я был оторван и там один. У меня не было ни знакомых, ни друзей. Все, кто у меня был, это родители. Я им звоню, и я срусь с ними. Это было ужасное чувство, одиночество. И поэтому я просто гулял по Лос-Анджелесу. Так вот шел, искал на жопу приключения. И у меня вот тут интересная история. Две девочки начали типа «Эй, что у тебя татуировка?» Я такой «Да, татуировка! Это сатана!» А я вижу, что они приспешники какой-то церкви. Такие «Ха-ха-ха, сатана!» Я такой «Что, сатана вас не пугает? Вы же церковники!» Начали меня прям зазывать «Гоу-гоу!» Это, короче, оказалась церковь Саентология. И я такой «Оооо!» Я пошел в церковь Саентологии вместе с этими двумя девочками. Ну и было интересно почувствовать себя как троянский конь внутри вот этой вот всей религии и секты. Потому что как раз в то время я читал, интересовался этими книгами, что как деструктивные культы влияют на вот это вот все. И думаю, что они меня сейчас будут? В какой момент они с меня деньги начнут требовать? В какой момент они меня там на наркотики поставят? «Что вообще будет?» Выглядит все цивильно, культурно, выглядит как денег у них много. Начали заводить меня туда внутрь. Очень улыбчивые все люди. Один подошел, что-то рассказывает, комплименты, комплименты. Другой что-то приходит, ведут меня дальше в комнату. Огромный телек садят меня в эту кабинку. Я говорю, типа, на, смотри. Сижу, смотрю, там вот рассказывают про какие-то четыре слоя вибраций вселенной. Типа, вот надо все разобрать. Я такой, вау, да, точно. Потом с ними общаюсь, типа, да, я выкупаю, вы крутые. Ну, реально интересные люди, но они немножко шизануты. В общем, в саентологии есть такой прикол. Они могут провести тебе психологическую чистку. Типа, ты ныряешь в глубины своего подсознания, вспоминаешь какие-то негативные свои вещи, анализируешь. И для этого они мне еще в одну комнату завели. Говорят, ты точно готовишь? Говорят, да, готов, давайте. Показали еще, как это будет происходить. Будет взрослый пожилой человек, заслуживший какой-то авторитет в этой саентологии. Я сижу с закрытыми глазами, и он наводящими вопросами меня уводит. Он будет тебя интервьюировать? Да, да, типа да. Перед этим сеансом меня сводили, покормили хорошо, чтобы я сил и энергии набрался. Дали пакетик такой с витаминами, там рыбий жир, там все, там столько витамин. Я вот такой смотрю на них и просто интересуюсь, ну типа, что за витамины? Я, типа, в принципе, разбираюсь в этом. Она говорит, типа, не-не-не, ты если не хочешь кушать, можешь съесть только эту и эту. Я такой, да нет, все нормально. Беру эту пачку, выпил все и, короче, пошел на верхний этаж саентологии. Сел в кресло, закрыл глаза и начали меня, типа, в этот, типа, якобы транс вводить. Типа, вспомни, что тебя там, что тебя обижает, что тебе тогда говорил отец. И я вспомнил просто единственный случай, когда мне батя ремня дал, когда я просто домашнюю работу не хотел делать. Я знал, что этот случай нормальный. Я не обижаюсь на батю за это, потому что после того я учился очень хорошо. Типа, я прям четко словил, не делаю домашнюю, значит, получаю. И после этого я просто делал домашнюю. Короче, в любом случае я попытался этот момент как-то переосмыслить, но я был все еще фейковым. Я не искренним был с ним, потому что я не очень доверял саентологии, потому что их методы, выкачка денег, я ждал все равно больше, когда они у меня спросят, давай деньги. Ну, в общем, я все равно же воспользовался этой услугой, психотерапией, и даже немножко всплакнул в итоге, потому что действительно она наводила меня на какие-то интересные мысли. Например, что он тебе говорил? Я говорю, иди сюда! Она такая, louder! Я такой, иди сюда! Сижу, кричу, вот это то, что мне батя тогда кричал, типа, ну я не помню, может он так и не кричал мне. В итоге я ушел домой, они мне названивали на телефон, типа, давай, вернись, вернись. А, я, короче, книжку купить надо было, я купил книжку за эти 40 долларов. И только тогда они меня отпустили, но после этого они мне звонили, звонили, звонили и напрашивали, чтобы я пришел. А я им говорю, да, чуваки, ваша религия фигня, я могу свою сделать с таким же успехом. Типа, этот Хобарт вообще писатель-фантаст. Типа, ну я не знаю, мне хотелось просто затравить этих религитардов. Получилось? Нет, в итоге я воспользовался их услугами, и они были достаточно эффективными, мне кажется. Суть их общения — это их обиды. Что каждого за дело? Эта девочка постоянно рассказывала, что ее бросил парень, побил. А тот чел постоянно рассказывал, что его там типа все плохо, он сюда эмигрировал, у него все плохо. Все так плохо, но с улыбкой они об этом рассказывают, и я так понял, что они их просто за больные воспоминания цепляют. За вот это вот как раз, что меня типа батя как бы тогда ударил. Но я этот случай не случайно взял, потому что я совершенно не обижаюсь на батю за этот случай. Это было невероятной наукой для меня тогда, и я это осознавал, что типа сейчас для нее будет выглядеть, как будто меня батя побил. А я сейчас сижу и думаю, урок офигенный, типа я своему сыну тоже дам один раз ремня, когда он не захочет учить уроки. А дашь? Один раз. А без него нельзя? Ну я не знаю, что хуже, физическое население или морально как-то ему сказать, что это плохо. Мне кажется, ремень — это такое нейтральное. И в культуре у нас давно, так что объяснить эту штуку очень легко. Ох, в культуре много чего еще есть. Такого, что было годами принято, но это не цивилизованно и не круто. К сожалению, страх и кортизол — это главный учитель. И вот этот язык силы мальчики понимают. А я все же был мальчиками, воспитывался как мальчик. Моих сестер не трогали с ними вот так вот аккуратненько, как с конфеточками, типа, чтобы нигде ничто никак. Но ты не советуешь «Саентологию» тем, кто вдруг сейчас приедет в Лос-Анджелес, будет идти по бульвару? Нет. После того, как я сходил в «Саентологию», я ездил вокруг них дальше на самокате вот этом зеленом лаймовском. И когда они кого-то зазывали, эти «Саентологи», я такой «It's a trap! Run! Run!» И просто на кеке уезжаю и типа ору с этого, потому что ну разводиловые они, конечно. Ты имеешь отношение к историческому кинопроекту «Взломать блогеров». У него самый низкий рейтинг в истории «Кинопоиска». Как это получилось? Ну меня туда затянул предложение, поступил от папы Саши Спилберг. Тогда я пробовал его в качестве своего менеджера тоже. И вот такой вот проектик, на него я согласился. Сейчас я могу это сказать, что меня типа поиспользовали и кинули. И в итоге репутация построила только моя. А деньги кто-то распилил с бюджета. Я не знал, что это типа государственно спонсируемое… Я вообще такими терминами не мыслил, типа, что там кому-то заплатят за что-то. Я знал, что это фильм, это жестко, это кино. Первое мое. Я даже не смотрел этот фильм, я смотрел его в обзоре «Бэткомедиана». Так интереснее, я уверен. Обзор как? Понравился? Да, смешно. Смешно, потому что ужасно, ужасно, в чем я поучаствовал. Это офигенно, ужасно. Так, тебе предложили. Папа Саши Спилберг. Да. В тот момент видный игрок рекламного рынка русского ютуба. Да, да, да. Он предложил тебе сняться в этом фильме в обмен на гонорар. Нет. Я стеснялся как-то поднять эту тему, типа. Мне показалось, что мне достаточно хайпа, типа, с этой всей движухи. Ты снимался бесплатно? Ну, мне сказали три съемочных дня. Я думаю, что я буду просить за три съемочных дня в фильме. Меня снимают в фильме. И мне как-то так еще преподнесли, что это мне услуга делают, типа. И я согласился. Ну, опыт. Отличнейший опыт. А какой провал? Какой грандиозный провал? Такого опыта ни у кого нет. Ты понимаешь, что тебя обманули? Ну, фразой тем, что тебе услугу предоставляют, а не наоборот. Конечно, понимаю. И как это все мне там в попыхах в спешке контрактик подсунули, типа. Я его не видел до последних пор, пока на фестивале от папы Саши Спилберг я такой весь активный, активный, забеганный. И меня за кулисами приносят. Вот, кстати, это за фильм. Тут надо, короче, такая столбка документов. Тут надо подписать. Я даже, ну, типа, читать это, ознакомливаться с этим. Что там? Я подписал какие-то документы, все. У меня больше вопросов к этому нет, потому что мне страшно, что я там подписал, типа. Мне реально страшно. Мне вцунули какой-то документ. Я слышал, кажется, Роман Каримов объяснял, почему фильм провалился. Он писал, что вы отснялись и улетели в Америку. Вы нужны были для того, чтобы вас доснять, а вы улетели и пропали, и поэтому там появилась анимация. В общем, прочая шняга, которая вас заменяли, поскольку физически вас снять было невозможно. Это так? Анимация планировалась изначально. Там просто нет. Это не так. Может, там надо была озвучка. Там не подснять. Там надо была озвучка этих самых персонажей маленьких. Их в итоге и озвучили другие голосовые актеры, а подснимали уже других блогеров, чтобы еще больше хайпа, еще больше хайпа, еще больше окупаемости. И так без того прибыльного проекта для некоторых лиц. Я не знаю. Ну это же прям пример того, какой бывает популярность, когда она приходит в юном возрасте. Когда появляются люди, которые тебя обманывают и делают такой отстой. Ну безобидно достаточно. Если я жертвую только репутацией, то окей. Я с этим живу. У меня опыт отличнейший. Денег не получил. Ну и ладно. Да не знаю. Я не про деньги. Я про репутацию. Ну это другой я был. Сейчас я другой уже. А опыт все еще тот же. У того самого меня человека. Ну как-то вот опыт невероятный. Я вот вкинулся в эту штуку движуху. Был обманут. Был наивен. И получил опыт офигенный. Я не могу представить что-то более ценное, чем опыт. А я еще был уверен в том, что фильм зайдет. Я реально еще какие-то надежды на эту штуку думаю. Сейчас мы за три дня фигней помаемся и классно будет. Да нифига. Ну я типа в самом процессе создания фильма у меня возникали вопросы. Что-то не то. Как-то сценарий сыроват. Как-то вот плохо продумано. Меня не спрашивают. Как-то вот три съемочных дня это вообще что за фильм. Снимают еще на гоупрошке. Типа что-то такое гоупрошки просто. Общался ли ты после этого с папой Сашей Спилберг? Мне кажется вот после этого я стал все так и затихать. Типа я понял, что очень некомфортно. Некомфортно, неправильно, все плохо, опыт какой-то непонятный. Потом уже когда фильм вышел, это все опубликовали. Конечно, хайп я уже и так не общался. Но после того я понял реально с кем я связался, что меня как-то поймели странно. Ну еще с Марьяной. Я ее тоже затянул, эту всю движуху, потому что мне написал папа. Странная история. В 2020 году у тебя ролики стали выходить уже регулярнее. Например, у тебя был новогодний стрим. Там есть суперский момент, когда вы в чат рулет звоните. Это же чат рулет, да? Да. Вы там звоните в чат рулете людям и натыкаетесь на двух очень молодых чуваков. Они в шапках такие. Ивангай, Ивангай. Ты что, он? Это легенда моего детства. Это же Ивангай. Легенда моего детства. Как ты отреагировал, когда это услышал? Блин, наверное, приелось уже такое слышать, что я типа как-то мимо ушей пропустил. Но само слово «легенда», вот если оно произносится от близких и знакомых мне людей, оно меня немножко обижает. Потому что, мне кажется, люди не тот смысл вносят в слово «легенда», который вносит как бы лексикой «я вношу». Легенда — это что-то прошлое, да? А я всё, чем я занимаюсь, я пытаюсь держать себя актуальным. И бросить старые занятия для меня было как вот таким риском, что окей, меня по-любому с этим делом забудут, если я не придумаю что-то новое. И я это выкупил, а они пока ещё не выкупил, но они выкупят, когда я с чем-то новым появлюсь. Главное — остаться на плаву. Всё, чего мне говорят, тебя забудут, тебя забудут. Я понимал это и работал над тем, чтобы с чем-то новым. Вот, может, вообще через другую призму, чтобы посмотрели. Ну, типа того. — Почему на том стриме так много дизлайков, как ты думаешь? — О, мы рекламировали игру. — Так. — А, люди, короче, вообще так не всё восприняли. Мы рекламировали игру, и я говорю, что, мол, мы не требуем ваши деньги, мы не стримеры, которые требуют донатики. Но я вот весь экранчик увесил, типа, тут доллары, сколько мы зарабатываем в онлайн-режиме с игрой. Мне показалось это круто, показать людям, как вот прям в реальном режиме я зарабатываю, а они не донатят, а я зарабатываю. Прикольно же. А они подумали, что это какая-то, типа, наёбка, типа, я пытаюсь заработать на подписчиках, на старой аудитории. Ну, типа того. Ну, я не прошу у них с кармана ничего, я всё прошу того же старого доброго внимания. И всё. То, что у них, как бы, бесплатно. А вот, оно всё через призму долгого моего отсутствия, может, какой-то излишней активной агрессивности. Я был просто уверен в этом плане. Я думал, вот, сейчас мы покажем, как зарабатываются деньги с ничего. Придумали игру. А люди, ну, ждали другого, какой-то искренности, вот что-то такого они хотят, что я поговорил с ними, чтобы я нашёл вот этот контакт с их старым детским миром, который я, может, создавал в течение всех лет. Ну, это наивно просто. Я не хотел бы расстраивать их, что, типа, мир-то капиталистичный, и мы должны, типа, думать, как сделать так, чтобы всем было всё хорошо. А при чем здесь капитализм? Ну, почему-то я уверен, что куча дизлайков из-за того, что они думают, что я хотел заработать много денег. А я хотел, но не тем способом, как они думали. Не с ролика, а не с… Я придумал что-то новое. Игру. Там самый запульсованный комментарий «Настоящий Ван Гай так и не вышел из музея». Тебя обидела эта фраза? Нет. Повеселила? Мне есть смысл, потому что того старого Иван Гая мне как раз он не понравился. Я, можно сказать, его убил, создав нового, типа, вот так вот. И когда мне пишут «Ушёл Иван Гай, а появился какой-то Иван Рудской», и ты такой «Какой-то?» Да я наоборот пытаюсь создать бренд имени своего личного, а не типа фейкового, который я придумал в детстве. Да я просто новые бренды создаю, новые какие-то идеи. У меня голова типа варит, котелок, и я хочу просто делать и делать. Ты говорил, что у тебя есть отложенная сумма? Да. Большая? 200к. Я её отложил в «Банков Америка» в Лос-Анджелесе, и это заработанные деньги. В итоге в них входят скорее рекламные деньги, которые я напродавал. Я их не тратил. Я их держал. И не знал, на что потратить. Потому что я был глуп. Я вот себя понимал даже в то время, что я глуп на что-то умное потратить. Я могу поумнеть. И сейчас у меня действительно отличный повод. У меня IT-компания. Я очень хотел бы оставлять независимость от инвесторов. Потому что инвесторы очень привлекаются к этому всему движуху. Но позже. Потому что сейчас я просто не смогу распоряжиться деньгами как-то грамотно огромными. Но уже у меня есть сотрудники, люди, на которые я могу это потратить. Механизмы, план. У меня такого раньше не было. У меня действительно появилось понимание жизни. И я могу планировать на год, например, уже. И сейчас я уже могу забрать эти деньги и инвестировать в саму себя. Как инвестор. Сам в себе. Только из прошлого. Это все сбережения, которые есть? Да. Я живу с потока. Биткоины я все уже вывел и потратил. У меня было в биткоинах еще. Ну такое. Много? Я купил как-то три биткоина. И сейчас я их вывел. Они 50 сейчас стоят? Я вывел по 33. Да, сейчас 50. Блин. А можешь коротко объяснить, чем IT-компания будет заниматься? Ну первым делом это мобильные игры и сайты делаем. Сайты, потому что можем. И говорю это, потому что круто было бы, если бы к нам поступали заявки на сайтодельство. Мы можем делать сайты. Красивый дизайн. Рабочий интерфейс. А это еще востребованная услуга? Да. Вроде куча конструкторов сайтов есть. Да, очень востребованная. Потому что быстродействие сайта ни один из конструкторов не гарантирует. И постоянную поддержку и под ключ тоже никто же не сделает из конструкторов. Ты делаешь игры. Да, у нас есть четыре игры, которые в принципе я не считаю, что они хорошие. Мы больше получали опыт с них. По-быстрому. Надо как пирожки начать делать и делать ошибки. Игра за игрой, игра за игрой. Мы учимся. Но из них вышла одна самая успешная. И блогер-симулятор Ивангая, меня же симулятор типа. Ну, допустим, это вот я. Так, это ты. Да. Что я должен делать? Комната моя. Я ее прямо перерисовал. Комната в доме, да? Да. Можно начать снимать видео. Вот этой. А вот мы уже снимаем видео. Мы типа тапаем по экрану. И ты типа кривляешься для тиктока. Это кликер. Здесь ты прокачиваешь левел. Да сними ролик. Что я сделал только что? Ты рассказал, записал материал. И теперь надо его отмонтировать и отправить на YouTube. Получается твой видос завирусился. Ты получил вот столько просмотров, столько подписчиков. Ты можешь получить в пять раз больше, если посмотришь рекламу. Сейчас мы экспериментировали с жанром кликера. И именно продать меня как бренд. Это игра про меня, про Ивангая. И была попытка просто сделать виртуальный мерч, чтобы у каждого в кармашеке был виртуальный Ивангай. А, то есть это как футболка, да? Да, да. Но это в виде игры. Да. Но на этом концепте я не остановился. Хочется сделать что-то независимое. Чтобы игра прям была... Не про тебя. Не про меня. И это самое сложное. Пока что игры не заходят не про меня. То есть в чем интерес? Здесь же даже не вылетает что-то, чтобы я кликал, например, и там закрывал что-то. Или, как знаешь, потоком идут препятствия. И я должен был бы уворачиваться. Тут же я просто накликиваю и все. В чем прикол? Таймсиллер. А какой порядок цифров? То есть сколько такая игра может приносить в месяц? Ну мы очень неграмотно сделали. И за первый день 3 тысячи долларов за нее получили. Это типа очень круто. И это при том, что там не работала реклама. Например, если до сих пор не работает. Если кликнуть что-то куда-то, и рекламы даже не будет. Игра, которую ты показывал сегодня, она же очень похожа на «Влогер Go Viral». Да. Да, это наш референс. Вот как с музыкой. Типа мы обучаемся тем, что берем какие-то уже готовые рабочие шаблоны, разбираем их и делаем что-то свое. Ну так как «Влогер Go Viral» таких игр у многих видеоблогеров есть. Маша Вэй, например, что-то очень похожую игру выпустила. Ну только через какую-то стороннюю компанию. Игра у нее, кстати, вышла даже получше. Типа в нее играть можно дольше. Но у меня сочнее и ярче. Красочнее и 3D. Ну, опыт. Я получил опыт с того, что я взял готовый шаблон, разобрал и разочаровался. Не так уж это интересно. Есть ощущение, что люди чувствуют тебя обманутыми после этого, нет? Подписчик доволен. Он получил действительно… Ну, она не может… Она похожа, но она действительно другая. То есть, когда… Ну там минимальное различие. Ну там от «Зеркалена» в другую сторону. Там даже «Аватарки» похожи в «Апсторе». Ну сама суть, что игра выполнена в 3D-графике. Я занимался всей 3D-графикой. Мне просто надо было подтянуть и на практике прям воссоздать ту игру. Ну естественно, она похожа вышла. Я прям хотел воссоздать, потому что я научиться хотел делать такую же игру. Теперь я могу сделать похожую игру. У меня опыт есть. Это самое ценное. И если я сделаю еще одну игру такую, третью, четвертую, пятую, двенадцатую, я уже не захочу делать такую же. Мне будет уже стыдно, обладая огромным таким же опытом. Я могу со всех этих игр сделать уникальные. Ну ради опыта я делал. В тубзиках ресторанов есть полоскалка для рта и зубная нить. Как это и зачем это? Слушай, это интересно, потому что когда я первый раз ехала в Бразилию, мне мой знакомый в России сделал такой комментарий на мой взгляд, что я поеду одна в Бразилию. Наташ, ты там осторожно, потому что не улыбайся там никому, они воруют даже зубы. Я реально когда-нибудь говорю, о, классно, там страшно, это еще больше понагревало мой треск. И приехал сюда, я понимаю, что иногда я стесняюсь улыбаться, потому что зубы у людей даже бедных идеальные. И это часть культуры, да? Да, часть культуры, и они три раза чистят зубы. Даже когда мы в работе, у нас все всегда работники приходят за своими зубными щетками, потому что не после обеда. Это всегда так. Час на обед, они вот обедают час, и потом еще 15 минут, нам нужно почистить зубы. Блин, какие красавчики. Когда я была у стоматолога, и когда Ланя спросила про зубную нить, как часто я ее использую, я говорю, а зубная нить? Что? Тест. Серега, ты пользуешься зубной нитью? Ваня? Серега? Да. Я обещаю вернуться из Бразилии и начать пользоваться зубной нитью. Я измеялся, потому что Серега пальцем выковыривал рыбу из зуба. Я обещаю, все, пришло время. Ты же похудел, да? Ну, я держусь стабильно 70 кг. На видосах 2017 года ты такой кругленький, со щеками. Это на Википедии, в которой еще фотка, ты заходишь, я такой достаточно кругленький. Ну, в общем, пришел я на путь, значит, выздоровления духа и тела, и поэтому я занимаюсь телом тоже. Потому что дух не бывает без тела. Я не знал, что, в принципе, как-то это очень важно. Ну, типа спортом сильно много заниматься. Я бегал время от времени, там, раз в неделю, раз в месяц, может. Такое очень, не было ритма. Сейчас я настолько уверен в том, что спорт должен быть чуть ли не каждый день, иначе просто ты будешь, ну, не в топовой своей форме. Это настолько важно. Ну, конечно, я выглядел тогда фигово, а сейчас хорошо. Я даже помолодел, как будто. Типа, ну, вообще, как… С двадцати лет я начал вот возвращаться, как будто в пятнадцать до двадцати пяти. — У тебя сейчас есть отношения? — Нет. — У тебя были отношения после Марианы? — Да, были. Недолгие. Максимум недели три, типа. — Так получается, или ты просто не хочешь? — Я не хочу. Я действительно сублимирую и сдержанность — это вот тоже одна из штук, которая дает мне суперсилы. Ну, типа, действительно, когда у тебя тестостерон, когда у тебя в яйцах, типа, сперма, так сказать, она поначалу… Ой, я просто пытаюсь объяснить, это реально понятно. Там, типа, короче, если она залажет, она, короче, в итоге становится более качественной, если ты не реакулируешь. Типа того. — Качественный? — Да, более качественный тестостерон становится. — А, окей. — Вот как-то так. — Типа ты эффективнее из-за этого? — Ну да, я прям как будто по себе вижу. Ну вот это вот прям очень сильно на меня влияет. Я прям как будто беру и делаю, и все. И у меня, ну, не хватало такой решимости. Возможно… Ну, возможно, мои какие-то плохие состояния — это вот все, наверное, из-за мастурбации тоже было, в том числе. — Твое мнение, что секс отвлекает? — Ну, я просто, ну, не готов к сексу с рандомными женщинами, а выстраивать отношения — это нет времени. И поэтому сублимация — мой выбор. Осознанный. Все в творчество, все в работу. Весь недотрах. Это прям бывают такие животные мысли, типа. Ужасно, типа, ты такой, вау, сейчас пойду куда-то искать кого-то, я не могу, типа. Но если ты это переборешь, с утра ты проснешься огурцом, бодрячком. — Ты задавал себе вопрос, если с музыкой и играми не получится, что ты будешь делать дальше? — Да в смысле не получится? Я все могу. Ну, я все могу. Ну, типа, реально. А чего мне? Что за вопрос? Вот это самый странный вопрос. — Ну, на чем основано про «все могу»? В перспективе? Или уже можно? — Да, ну типа, в перспективе, да. — Просто... — Почему я сомневаюсь? — Я понял. — Почему я сомневаюсь? Треки, которые ты выпустил, они не такие популярные, как... Они не звучат как нечто очень новое, и они при этом, судя по просмотрам и прослушиваниям, они не так заходят людям, как даже не самые популярные современные артисты. Track My Heart — это исключение, потому что это было первое видео после появления, оно вышло на ютубе, на твоем канале, и там, да, 27 миллионов просмотров. Игры тоже, ты сам признаешь, что это плохо сделано, ты просто пытаешься учиться. — Ну... — И поэтому фраза про «я все могу», она немножко авансово звучит. — Ну я очень критически отношусь к своему творчеству, я не могу его хвалить, поэтому я так критически. А оно, в принципе, ну я уверен, не отстает по качеству от своих конкурентов на рынке. Типа, те игры примерно в уровне тех игр, с которых я копировал. Типа, те треки такого же уровня, как я копировал, типа. А вот просмотры, ну это же не объективно, они не показывают, типа, уровень успеха. — Что уровень успеха в музыке? — Уровень успеха, ну как в музыке, успеха личности скорее, развития личности. Вот это вот, я себя развиваю. Я хочу понять, типа, следует ли мне этим заниматься. И пока я это не займусь и не сделаю, я не пойму. Я два года готов потратить на это, чтобы понять, что это, например, не совсем то. Мой метод именно такой, что я все треки выпустил, они в разных жанрах, абсолютно разные. Типа, я вот пытался сделать рок с дабстепом сместить, потом попсу, потом хаос, потом... Это, типа, вообще-то разное. Типа, я начинаю делать что-то новое, и такое — это вообще другое, но это меня и подкупает, эта сложность. А вдруг это то, что я хочу делать? А вдруг это то, чем я хочу заниматься? А потом в итоге с этой всей каши знаний в итоге-то рождается, вот, например, IT-компания, в которой мои все знания и навыки применимы. Вот действительно, вот в этой IT-компании чувствую, что все, что я до этого узнал, оно нужно. Ты когда-нибудь жалел, что суперпопулярность, очень большие деньги, все прочие вещи свалились на тебя так рано? Нет, не жалел, потому что я считал, что я справлюсь с этим. Ну, типа, ну, я считал, что я скромный, типа того. Ну, как-то я сдержанный, сравнительно сверстников и всех людей, которых я встречал, мне казалось, что, типа, вот, ну, я-то тут зашариваю, я-то там, типа, отличником был. Я вот там, ну, типа, у меня была какая-то уверенность, что я-то с ними придумаю, что сделать с популярностью и этим всем. И поэтому я и не тратил, потому что я не придумал, что делать с деньгами. Окей, деньги нет, а именно, там, давление, популярность — это не подпортило тебе жизнь? Я себе не представляю, конечно, без этого. Ну, популярность — это неотъемлемая часть вот сейчас всего, что я имею. То есть я через нее, наверное, конвертирую и создаю все через внимание людей. Кем бы ты хотел быть через пять лет? Я думаю, к инженерии уже подойти поближе, сделать свой первый гаджет. Прям гаджет? Да, прям что-то, чтобы люди покупали. И такие, вау, это, типа, на это можно, ну, там, не знаю, что-то. Ну, я не знаю, вообще, не знаю, очень. Есть идеи. Покупали или пользовались и покупали? Чтобы это было практически применимо, конечно, чтобы это продавалось, это должно быть чем-то новым. Скорее всего, это совместить какие-то два гаджета, может, в одно, которые не додумывались, типа, в робот-пилесос запихнуть колонку, но это, типа, в шутку, типа того. Чтобы им пользовались, конечно, не так, как колонка в роботе-пылесосе. Как ты сам считаешь, ты уже перестал быть подростком? Да, в 25 лет я точно перестал быть подростком. Вот прям мне захотелось доказать не только себе, а я себе уже доказал и всю миру, что я не подросток. Я мыслю уже другими критериями. Ты счастлив? Да. Я счастлив. По шкале от 1 до 10 оцени, насколько ты счастлив? Я просыпаюсь каждое утро с полностью заряженным серотониновым банком, что гарантирует мне счастье в течение всего дня. Но если я не высплюсь, у меня будет просто мало серотонина, у меня будет просто, каждая мысль будет просто хреновой. Конечно, я буду несчастлив в те дни. Мне кажется, что счастье, оно вот в гормонах, достаточно химическим таким мотиватором является для человека, который эволюция придумала. Его лучше держать осознанным. Ну типа счастья нет, мы как бы гонимся за ним, а его и нет. Достаточно просто выспаться, вот ты счастлив, я к этому веду. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Пьюди Пай или Джастин Бибер? Джастин Бибер. Рома Желудь или Влад А4? А4. Ты помнишь день, когда он обогнал тебя по подписчикам в Ютубе? Да. Что испытал в тот день? Я испытал, во мне проснулась опять конкуренция, я снова почувствовал себя чуть-чуть живее. Как думаешь, ты сможешь его обогнать? Конечно, скажу «да», потому что, ну а в чем смысл говорить, ну типа, это гонка? Интересно. Фейс или Моргенштерн? Морген. Инстаграм или ТикТок? ТикТок. Инстаграм или Твиттер? Твиттер. Токио или Лос-Анджелес? Токио. Москва или Киев? Киев. Дота 2 или Counter-Strike? КС. Когда ты в последний раз плакал? Когда летел в Лос-Анджелес и брал пересадку в Варшаве, там сестрички учились, и я не понимал, зачем я лечу в Лос-Анджелес. Я летел туда учиться в музыкальную школу, и я совершенно не понимал. Вот тот момент, когда я понимаю, что я уже как который раз меняю страну в поисках чего-то, и все еще не могу найти то, что я ищу. Я просто очень уставший морально, опять же, на ногах, пересадка, очень сложно было. Ну опять же, я эти слезы сравниваю только с истощением моих гормонов, ресурсов. Просто это очень сложный был день, но мысли меня тогда накатывали такие, что это совершенно полная неуверенность в моей жизни, куда я дальше иду и к чему я стремлюсь. Вот, и да, я просто заплакал от просто наплыва эмоций негативных. В аэропорту? Нет, в подушку, втихаря, в гостях у моих сестричек, чтобы они не слышали. У тебя были какие-нибудь моменты огромной грусти в последние годы? Депрессии, отчаяния? Было, но я сейчас как-то это все, сейчас это я выкупаю, что это все гормональное было. Если бы я был в хорошей спортивной форме, то и в духе, и занимался делами, и режим поддерживал, и у меня было дело, и понимал, этого бы ничего не было. Это все решабельно, это все очень субъективно, эмоции — это не следует руководствоваться только эмоциями. Ну депрессию, я говорю, что это эмоция как будто, депрессия — это же болезнь, я не обесцениваю депрессию, люди реально болеют. Но опять же, это тоже болезнь, которая может быть вылечена. Не боишься ли ты превратиться в робота с таким подходом? Нет, я живой. Куда ж живее? Я ожил. И финальное. В чем сила? В знаниях. Конкурс. Что будет призом? У меня есть классная книга «Лого модернизм», огромная и красная. И в ней есть практически все варианты всех логотипов, которые можно придумать. И я вот наблюдал за этой книгой, чтобы понять, какой придумать себе логотип для своего бренда «Авен», и для своего бренда «Кейген», для своего бренда «Крокко». Я, в принципе, начал создавать много компаний, и типа логотипы создавать это стало для меня чем-то обычным. Конкурс. Приветствия «Хаю-хай, с вами Ван Гай». Я правильно сказал, да? Да. До сих пор одно из самых известных в русскоязычном Ютубе. Придумайте приветствия для других знаменитостей Ютуба. Если оно у них уже есть, то альтернативное. Для кого угодно. Это может быть Навальный, это может быть Алексей Пивоваров, это может быть кто угодно еще. Самый интересный альтернативный вариант получит приз от Вани. В закрепленном комментарии к этому видео нужно оставлять. Ваня, спасибо тебе большое за эти дни, и удачи тебе. Спасибо тебе.